возвращением бойцы с вами ризель по-прежнему вот и наступает гранд финал ков 15 его 20 23 шапан через три минуты я надеюсь вы все уже вернулись постепенно вот отлично поиграли отличные матчи посмотрели и собственно вот сейчас начнется квинтэссенция всего того ради чего мы здесь собрались это возможные анонсы от снк также замечательные бои от топов файтинг коммуны так рад всех видеть друзья с возвращением йога пишет аперсов я не поменяю тут еще говорить не стоит ничего страшного у меня тоже принципе стабильный выбор персонаж и особо не предпочитаю использовать контрпики просто есть персонажи которые нравятся вот ими играю собственно стараюсь обычно подбирать чариков в зависимости от уровня игры оппонента чтобы было интересно то что избивать новичков и мало удовольствия приносит а если борьба равна и чувствуется запал тогда тогда сразу же совсем другие эмоции так стрим работает все работает верно на все хорошо вроде бы мы вернулись все в порядке так как нас на ю тубе дела на ю тубе тоже все вроде как запустилась минута на начало как настроение ребят продолжаем наше голосование не забывайте делать ставки за баллы канала за вашего фаворита как вы считаете кто одержит вверх в этом чемпионате его japan 2023 фокинг слэйвс да с возвращением фидорчик 20 секунд и мы начинаем вновь ждем отличный топ-8 через 10 секунд выйдут наши узбекские коллеги 654 три три два один его japan поехали у него микрофон не работает сейчас узнаем то но щита но щита сейчас пофаним ся повеселимся хорошо давай анонсином геони цена возвращаешь заебись то на щита как бы сказал я думаю тут даже некий комментарий нужны он так все сказал вообще отлично все будет топ матч финал не лучший утопа так реакция реакция пошла прямой эфир что это снк сезон 2 90 сектор ким кафтан и анимация поперла смотрите штаны и штаны ноги забинтованы так я кстати забыл во время реакции сказать одну вещь у него одну реку забрали из 2002 она у него на блок так вы знаете какой смайлик ставить сильнее дизайн мне нравится фиолетовых тонах намного приятнее бля хуя мяча играть им конечно не буду но мне нравится помочь не буду кто знает чисто внешне мне она очень импонирует приятный дизайн намного даже лучше чем в 14 части вот так это что у нас роу бекте и заработает или что роу бек над карту код искали на все платформы вау spring 2023 это весна да по моему то есть все они провели бета-тест и теперь он будет верно так так это кто king of fighters 13 б что 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 вернется леткот 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 глобал матч а 5 4 не ну горо из 4 нинтендо блин но я уж думал так чё тут горо горо так реакция реакция new файта у фури горо так в этом и видели еще зимой что у нас тут куку досках куку досках гионец так выглядит охуенно уже вот он вот у нас бесплатный боша 7 слот лето 23 при апдейте вот он наш мальчик глава ротча просто лидер небесных королей в здании отлично отлично просто где-то сидит довольный колеса наконец-то босс тима будет сформирована полностью да ладно уверен для стима тоже добавят потом я тоже надеюсь что добавят было бы отлично всех с возвращением друзья хайп 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 музычка вперед оу нарезка из демов клаймаксов оу май просто жужжу позы жужжу позы пион эволюшина вот он а это у нас кто логия и несмотря на никнейм он со стабильным коннектом и лишь а инкогнито пришел там заныкался так это все хайп просто пустили нурины хмдэш хорошо хайп 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 дёрти м вот самая неожиданная темная лошадка дёрти я меня не видел а баба обала с нами и идти прямо на тоненького прям на тоненького вышел буквально он чуть не вылетел просто деткам еле-еле но он все равно дошел до финалов сами фри замечательно догонит летом посмотрим нормально апдейте подъехали надеюсь будущем обновят рубль до 13 я тоже очень на это надеюсь я вот честно уже думал что вот она вот она оказывается в конце такая знаешь удар в спину для playstation nintendo и все равно хорошо это дает нам надежду на то что все будет все будет но не сразу мой кумир за жизни здрасте я сел хай и сегодня я буду ебать вот этих казахов прошлый эволюшин я приехать не смог но теперь я все исправлю так есть что знаю японский достоверный перевод как включать микрофон китайский сушен я не знаю что он говорит комфортно помойку я наисков 13 ноутбук дадут то как бы да вероятно есть такая возможность если там будет работать онлайн то это уже плюс 10 баллов так а боба скоро к сплэйл скоро нет с нами но дин скоро присутствует внутри а боба возможно даже стенд его так мдс я буду использовать максимально всех топтерных шлюх чтобы забрать все бабки а я купли к сплею кстати или это мдаш запутался но слишком что на китайцы ну чё делаем ваши ставки кто же станет победителем элла джапан 2023 кто же ваш фаворит пишите в чате может быть это сяо хай или может быть это за жизнь чемпион эволюшина или может идти не дропнет дп в дм и на этот раз исправит ошибки прошлого года и снова янтан выход чунгук победить чунгук меня я все-таки с тобой не согласен я думаю что победит нам джун нам джун посильнее чем чунгук играет не ну как вам анонсы чтобы анонсом думаете геониц геониц в уже летом принципе ожидаемо мы все знали что будет геониц но теперь-то это уже достоверно подтверждено и показали его силуэты горло нам показали роллбэк в сам шо и ков 13 роллбэк у него но не в стене и треки нас но сожалею только на нинтендо и плойки но это значит что когда-нибудь ков 13 снова выстрелит крыльеван если правильно понял конечно а сам будет пересмотреть и по манды куда муринана цейка за жизни за то он пчел говорит что победили а ты дочек зайти мне не разделилась и жену на киде он на сапорту нюри тайка и у джи сидаш нас а лишая то что капюшон понял можно спутать просто надо на главное чтобы не в августе что в августе будет горящими и спорта что вот и между геониц в августе ничего ничего в июне уже с f6 выйдет можно будет перекантоваться до геониц никто не запрещает играть во во все игры я стараюсь усидеть на разных стульях и в сф поиграть и ков поиграть что если сф будни разбавит нормальный онлайн кофе с геоницом и кимами и сильве брач или вообще кайф кайф я не видел ни одного смолика с силе его не добавил миленькая если я заработает тогда будет смысл и дальше мышечки нотки что-то лабить но пока пока так по пальчику можно команду боссов делать да да наконец укомплектовано все здесь угол геониц чисто убийцы здания играет тема его и дутки это значит желтая я очень хочу чтобы сяо хай победил ибо он столько раз пытался выиграть анонсы жесткие да да согласен с тобой омега я думаю сяо хай должен отыграться как бы тот эволюции взял хотя бы его хороший парфюм почему не сказал укурящий нас не знаю невежливый наверное сильвия кринж так забанить сильвия хрена выглядит мне очень нравится дизайн лучше чем 14 это знаешь как ситуация как с кемми играть я конечно не буду вообще не мой плейстайл скорее всего но чисто внешне мне она очень нравится девочка и не скучная с ебанцой то что мы то что нужно а пахом кринж вот а пахом лучше а вот и . что пахом здесь поддерживаю позициях и . между пахомом и сильвия лучше сильно взял потому что женщина на них приятнее смотреть по камере чем на мужиков я понимаю что есть любители накачанных мускулистых динозавров антоновых предпочитаю немного другого рода контент скажите что я пропустил улкикнет код на ков 13 но к сожалению на ps4 по моему и на нинтендо лишь в этом роде ой бэк над код летом в саншо анонс гениться бесплатно летом показали трейлер сильви показали еще раз штаны кима показали горо ну горо там просто отрывки также не любит полгода кори все янтон бабул гринш возвращение мультима кстати да сейчас у нас как раз скоро начнется гранд-финал я не топ-8 лучший из лучших бойцы как ты считаешь что одержит век ультима тут у нас мнение разделились кто-то зайти кто-то за сяо хая пчел он голосует за за же за может быть победит м дэш там показали парфюм а парфюм показали тоже отлично с трейлерами парфюм нам японский готовится наши казахские братья часто пойдет жаришка за же в слаге кто говорил что он ложись лажи я или как так собственно комментаторы подтверждают что я набрал все верно он лаги в общем да делайте ваши ставки кто из казахов пройдет дальше лаги или же за же за же или лаги поехали начнется битва начнется бой я так был воодушевлен думая что к 13 у бэк но к сожалению сожалению еще не так все отлично так раскликиваются видимо это у них батончик происходит или они уже играют не батончик если это не батончик то сначала матча началось крайне необычно необычно играются довольно дефисивно прожимают ансеевы в блок я что-то не верю что это уже бой идет иначе как-то он крайне необычно выделяется сравнение с предыдущими вы не находятся лаги который не лагает во время матча бак она он же лагия смысле лагает если он выиграет то по-любому залагал себе получил для чем в 4 да я сама начала говорил что не понимаю фейта в ее сторону прикольный персонаж по игре не знаю но чисто визуально все это все она не имеет никого смысла пока матчмейкин в игре не работает тебе играть лески там хоть они хоть кого добавят кодки резали да хоть не знаю сайки хоть матчу рвать какая нахрен разница если тебе не с кем играть а так хоть сильный хоть наш хоть кто все равно сей ты компашки по большому счету я жду именно в плане игре лишь дилона лично для себя а так хоть наш отлично бэйт дп наказывает прошло в 13 на сонке заебись да да очень круто и у тебя с 4 когда ты его тебе очень повезло уже скоро сможешь насладиться красивым коком с отличными спрайтами и отличным над кодом жаль что мы конечно так и не сможем зарубиться так как когда мы с тобой стиме пробовали там вообще клавиум дикий хуже чем в пятнашке все-таки делай над код если сделают адекватно они как и сын к привыкли то это будет лучшая новость а то мы знаем по на бумаге все красиво что вот над код все хорошо но мы знаем какой у них над код может быть и как они игры свои делают так что посмотрим посмотрим надеюсь что хочется верить в лучшее но предполагать что может случиться все как обычно продолжаем битва движение отдает 2 метра все-таки да получается это не батон чек просто очень странное начало матча крайне неожиданно как будто бы они раскликивались и решили продолжить сразу зарубу кежин и ты кронин и финалы которые мы заслужили но тем не менее за друзья и сланка руку я думаю имеет смысл болеть за за жизни хотя бы из-за нестандартного пика персонажей все-таки я уверен что кронина кио и бидженет мы увидим и без лаги как бы при всем уважение так что за жизнь папе давай давай россия мы с тобой но увы 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 в жизни не смог преодолеть дп кронина и остается последний персонаж мы должны отстоять и слой из-за должна пройти дальше кронин и кио и бидженет не пройдут давай зумерша ломай ломай этого синего синеволосого так ну пока колен отлично спасет не дает прыгнуть на себя с помощью джамм cd фрейм трапс плюсовые дрелью от красав и звук пошло в бой два метра не жалеет правильно делает кронин такой оппонент которого не стоит щадить к тому же он последний и это 10 в пользу за жизнь его japan чемпион точнее вот чемпион просто того года видно видно расстроен лаги либо он не знаю что он щипает себя за шею волосы рвет от недоумения как он не смог победить из луна топ-тир до этого мало надо еще и навыки развивать топ-тир конечно помогают тебе выигрывать на уровень игрока тоже надо учитывать жалко что он випу не пикает видимо уже все выучили матча ну и подарок такой своеобразный персонаж наказывается практически каждое и обувь с помощью гвардролла за метр поэтому если ты обладаешь ресурсами все ее гиммики вполне себе можно выбивать олухой миксапы сувер к этом принципе можно флайди гардроллит я думаю вполне себе если у нас не наиграно дата на уровне бурятов там уже все поставлено я уверен нет проблем в том чтобы контрить вид хотя могу быть неправа так же учитывая то что и тяжел плюс а кей дэшу в x projectile я уже ничему не удивлен а что это такое желтое они там пьют я думаю что это спешил фо сяо хай особый напиток придающий бодрости сил для победы в кофе я тут опоздал возвращением барс ты не так сильно опоздал это только первый матч пока что 10 в пользу за жизни кстати пропустил анонсы рекомендую тебе пересмотреть запись я вырежу отдельно свою реакцию на анонсов ков 15 почему бы и нет но на запись это уже можешь посмотреть о нововведениях которые снк нас хотят порадовать по или вот ну да да и так матч продолжается у накаруру преимущество на кору украине хороший поинча я с самого начала это говорил еще когда еще когда она только выходила наверное лучшая среди самураев и собственно сейчас мы можем наблюдать неужели хорошо в конце он конечно рискнул но риск оправдался а значит все было сделано не напрасно грамотное решение за жизни и тут бидженов лаги сыграл более спокойно сейчас белка на кору хороший анти минус минус 4 минус 3 на атаке раньше мог эту эту атаку бидженок наказывает только рок благодаря более длинному экс команднику нежели у других персонажей то есть рок был единственным кто мог выхватывать и панишить своим командником дп бидженок но теперь не может неплохо неплохо отбивался за жизнь против бидженок смог отгресс немножечко хп к сожалению не так чтобы не так много как хотелось бы но тем не менее он пытался пытался по таймеру но плохой был да и так вот и мир матч начинаются полеты на инстант юфю и по сделать бэк дэш а собственно нет это санка до из бэк дэш и канцел все еще работают это очень сильно сейчас за решала в этом матче отлично антиконфирмит он тахит за жизни ok с project i вам очень хорошо реализует биджения снова в углу блондинка гуард ролл грамотный и вдруг они поменялись с новыми местами об сейф джамп можно запутаться с честно говоря в этих противостояниях чувствую сейчас будет инстану вертает почему-то у меня есть такое подозрение что кто-то сейчас делает инстану вертает после впрышки оправдаются ли прогнозы и оправдатели ваши прогнозы не забывайте голосовать до вашего фаворита за баллы канала все-таки лагия держал вверх и выходит последний персонаж всех с возвращением рад приветствовать всех новеньких кто заглядывать на трансляцию и на твичей на ю тубе если вы еще не подписались то обязательно нажмите заполовить канал чтобы не пропустить новые трансляции здесь мы играем в разные файсинги комментируем турниры сегодня у нас 15 его japan папа за делаю клуб что сработало в пользу друзья хотя это было очень рискованно надеюсь что он все-таки победит так как милоры кроненов биджена ты кем ее обязательно еще увидим я уверен если давай это и выигрывает хорошо шансы есть шансы есть ресурсы имеются узумерши вполне себе весомые может забрать победу лаги не зря он все-таки его чемпион того года красав видит снова так а срабатывает от и свои посмотрел с у друга музыканта видимо творческие личности у нас только красава применяют снова делает экзовая версия сейф я так понимаю слишком высоко сделал прыжку кронин из-за этого его выхватили на хите стоп стоп поехали раз 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 так как бас так нет вифа это отлично гиппай жуткой ну что ты делаешь так это шансы в жизни воспользоваться моментом и так и так вернулись нейтрал ребята решили немножко поспокойнее отыграть пытается забейтить на он сейф за жизнь делает нейтрал джампы чтобы предотвратить прыжку кронина это хорошо так так ну явную доминацию демонстрирует нам заезде но знаю кронина один хит может прервать всю эту улыбку на лице жизнерадостной девочки это выигрывает давай чуть-чуть осталось 1 1 победы лагия лагия сконцентрирован он ждет удачного момента он хочет сделать дп а экс-касуга перебилось на стартапе и за жизнь и одерживает век так он справа или слева был ребят подержи подскажите он по моему слева да был слева был за жизни и отдаем голоса казаху слева кто-то выиграл на сто процентов прогноз поздравляем его матч был очень очень напряженным мне понравилось прямо чувствуется чувствуется нокаут то что все-таки топ-8 ребята очень старались красота сижу теперь в ком-клубе пишет гарун он пипец какой маленький но надеюсь тебе будет комфортно в компьютерном клубе смотреть за трансляцией рад что ты даже вне дома продолжаешь следить сейчас уже вот самые самые сочные захватывающие матчи пошли поставил 400 в ее 400 но ты тем самым вернул свои 400 и еще 400 сверху заработал разве нет по моему тут так работал ты поставил 400 400 вернул еще 400 сверху или нет так ребята срочно голосуйте за ваших фаворитов кто одержит век иначе ставки не имеют никакого смысла дед даже не может поднять пенсию 400 поставил 400 что такое где дух авантюризма я очень рад что жизнь не выиграл опять же по причине того что мы сможем понаблюдать за интересными матчами а не за миром матча в общем да больше разнообразия я думаю меня все поддержат в этом плане что-то с лицом не то или тебе нормально да мне нормально в принципе я посмотрел я не особо прям вглядывался я был на эмоциях потом пересмотрю сам но с холодной головой но меня никак не смутил его лицо пока что все выглядели приятно и глазом не зацепился за какую-то какие-то изъяны честно говоря опять же нужно будет смотреть геймплей но чисто визуально генис выглядит офигенно сильве выглядит отлично вообще замечательно ким в новом луки тоже крутой чисто внешне если сравнивать то вообще замечательно и все круто а по игре по игре будем смотреть когда уже трейлер будут выпускать когда уже мувы будут известны надеюсь что генису реку вернуть поджиг тайлы с ангулями то есть ну ой поджиг тайлы с ангулями чё я говорю про джиг тайлы вернуть в общем да я моего командник желательно в общем жду чисто босс чара если у него будет хороший зонинг и как классные опции в ближке вполне вероятно что я даже майнить его буду потому что мне главное чтоб персонаж подходил по playstyle и чтобы он мне не был неприятен как-то визуально такими-то своими казуальными моментами генис мне принципе нравится если по игре будет крутым то почему бы нет по треним поиграем в любом случае когда он выйдет мы обязательно будем проводить обзор так что приходите устроим за руку как обычно 6 на 6 на гениться я думаю это будет интересно как мы делали на шинга и раньше на уголе правда угли тогда на тот момент на трансляцию не попала но поверьте это было думаю будет интересно главное главное чтобы опять же починили матчмейкинг чтобы игра заработала и тогда все это будет иметь какой-то смысл пока ты не можешь найти оппонента хоть кого добавляй приятно приятно конечно да там рубек все дела персонажи крутые но в тренинг стейджи ботов избивать хоть какие модельки делается девочка я думал она так себе в этом костюме очень приятно выглядит не то что четырнадцатой части да да мне она и на арте намного больше нравилось потому что пиолетовые палитры мне ближе приятно выглядит ну и она таком хаоуинском стиле ну и она не скучная мне нравится характер с ебанцой небольшой интересно не скучный чак эффектный поэтому за сильвию я не знаю буду ли играть но пощупать басильева я не прочь посмотреть представляю сяо хайли шар это второй эпический матч до следующий матч нас сяо хайли шар как вы считаете кто одержит я буду топить за персонажей более разнообразных если решать будет использовать не кронина биджен и ты киото будем болеть за него ага нет скорее всего справа у нас сяо хай на кровь и кио и биджен и лиша у нас на кио ой кио кио и крониня ну знаете честно говоря если сравнивать между кио и биджен и я бы скорее сделал выбор в пользуюся ухая биджен и кио мне больше нравится чем рио и кей дэш чисто своим геймплеем визуалом но конечно хотелось бы чтобы было больше разнообразия посмотрим посмотрим как пройдет он определенно будет переработан так как его крайняя версия в 2002 м осовременит но это да это да все таки там он был бошар мы уверен что они будут его перерабатывать как и ругала чтобы он был в мире и богом но мне бы хотелось именно иметь ветерки projectile я думаю это будет реализовано как у шарики с долгим стартапом плюс река у него прикольно в общем очень хочется чтобы гениц был хорошим набором опций возможно командник командник чтобы у него был когда он за лицо хватает у него же там дм с разными вариациями но мы возвращаемся к матчу кланда сяухой уверенно зажимает его губу он пока тебе хорошая п и бросок текает 11 фреймов есть так броска у вков 15 несмотря на то что он однофреймовый ребята успевают реагировать отличная комбан делает сейф-джамп с двумя хопами и покрасок что-то сяухой пока пока проседает уверенно и жесткая прессингует но знаю сяухая все может еще поменяться я люблю синие фиолетовые цвета сильвия и мазаки встречать с таким такую пару сложно такое представить но они знаешь у них есть что-то общее они в какой-то мере оба ебануты что сильвия что и мазаки так что представить такое сложно но возможно не нашли бы общей темы для разговора так бюджет не начинает комбу против его без особых потерь кстати я почти вышел после тебя инстану вверхед вернул их нейтрал так последствия это продолжит он как-то может тамбат сяухая скорее всего дробь слойку наверх к вот ладно дырял добил залеза дайверсити переведите пожалуйста я не знаю что это такое вернее я не поливод я русских с трудом знаю ты мне там дайверсити какие-то говоришь тогда не говорит даме 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 и так в общем рвется захват биджене отличный вид паниш пошла комбо ну дефолтная комбо за метр и укрю будет сетап наверное с нити нет сделать свои джампы установив к этот все хорошо разнообразие да я люблю не осуждаем мы не одинаково похуй на все раз можно в какой-то мере назвать разнообразие стиратели в стиратель пока отдыхает пока у нас кракен против биджения сможет ли расчехлить свое щупальца кракен или же он теперь лишь была тень себя прошлого всего лишь килька так наша кукла барби продолжает выставлять на показ свои ноги хвастается хвастается отличными кнопками отличными спешками вопросов нет но кто же в итоге станет лучший тяночка и ков 15 кронин или биджени сейчас мы узнаем в этом матче вся ухо и делает хорбас хорошо еще об еще и кейс казачок вот такой босс и спортивку ходит гонен чисто на флексе показал еще какого теста он сделан и так вот она битва которым и заслужили пошел спейсинг отличный cd перебивает на стартапе кнопку оппонента используют я сам заметил что . хорошая кнопка теперь то теперь ее можно очень удобно как хороший концерт вот это лишь это смерть да все первая победа в пользу лишь а удивительно молит он всем богам я не знаю какого он беру из поведания не знаю матерасу там буду кришну короче в общем благодарит он всех за эту первую победу против сяухая но главное не ослабляться главное не ослабляться вся ухо и просто так игру не отдаст кракен уже не сквитворд да уже так чисто сельдь или может биджей не сервис хорошее начало матча 3 конфермент куцумаку это и потрейдились на этот раз кел выходит победителем так как использовал cd cd наверное самая приоритетная кнопка но она не комбикса в отличие от других но если выигрывать эту это очень хорошая отлично рядких пошла комбат эй эй аручинаги и даже не пришлось делать это газ пола по реке заканчивает матч сяухой и выходит второй боец кей дэш свинью стоптал прошу матча я читаю все комментарии барс просто не всегда есть возможность все комментировать но я вижу я вижу со временем честно мне лишь а решал хай нравится но пусть все решит скилл я с тобой полностью согласен омега все-таки здесь собрались лучше из лучших канцеля до порога дм и не спасло не спасло его это потерял метр еще и лицо потерял кей дэш есть панишь за ровну крайне вяленький всего лишь white page 2 тролл видно да видно бойцы примерно на одном уровне сейчас берутся каждый может одержать вверх конечно был бы интереснее победили шар так как у него более разнообразный до набор персонажей хорошая не дает впрыгнуть движение опа отличный x-flops ноги четверть кей дэш фарце канцелет но из-за того что кнопка длинная видите не каждый и спешил удается сконфирмить хит ответка от движения зажимает в угол будет сейф джамп нет использует а т.г. не хватило пиксель и боже мой какой же валидольный матч сейчас был казалось бы что он уже не может наказать за дп и принципе так и произошло но почему все-таки победа уходит в копилку обиджения я думаю копилка бежене уже полна побед опять отменила бэк джамп в пью-пью очень и очень напрягающий могут наверное сильнейшая опция сейчас убежение канцелета вниз cfk сузо никак не хорошо вы был 2 даем все еще попадают несмотря на порез активов на дп у кронина если мир ресурсы имеются то можно реализовать подобные подобные ситуации у ямалка тоже хорошая кнопка туда скоро нет хорошая у ямы в принципе кнопки более длинные персонаж рассчитанный на space и фрейм тропы довольно сейфовый кажется он сам охренел возможно да кто знает так стомпы стомпа пошли 2 тролл краса башка вошла как надо от вся лука я интересно он сам знал что так получится получилось крайне удивительно из конференов конференов самое главное в полноценную комбо хорошие сейчас нейтрал пытается зацепить кнопками есть конец для лишь 1 1 хорошо говорят комментаторы что он не хочет проигрывать сяо хай собственно макета да собственно это и так понимаем никто не хочет проигрывать таком этапе турнира макенай да никто не может не хочет проигрывать из термоса он что-то пьет на цвет жидкости мы к сожалению не видим что он там принимает какой допинг 11 ух жаришка жаришка прямо фух вот-вот льется ручьем сяо хай на этот раз хочет точно выиграть эволюшин оверхет реактивно оверхетки и решающий матч отличный бэк джамп д перебивает в эту эрлайт панч контера треку пошел прессинг отменяет свит в прожектай вы отменяет свит в аппере чтобы подсейвиться отлично 1 hit confirm пошло дело хай хай за андрецким вот это железная ела просто у лишая что творит этот демонюга против сяо хая на вейк перри нажать вот это конечно его не занимать айкью 900 просто я говорю непонятно что он там творит какие майнгемы происходят отлично стиратель просто уничтожает ошибка для сяо неужели все это он посыпался сяо хай кончился сяо хай падает музея или нет 3 метра гонен 4 концерн свой тов использует как нокдаун чтобы сделать от эгэ грамотное решение теперь он у урон на мид стерне не такой большой наносит но вот можно использовать оки сетапы берет white punch и заканчивает матч удивительно ядрить такой абсет говорит и дочек немножечко немножечко засомневался наверное но сяо хай опытный боец и уверен он сейчас может совладать использовал кстати плюсовую плюсовую век с укронина если рассчитать дистанцию вот именно такой на таком ринже как сделал он это был плюсовый оверхед который невозможно выкинуть и видно видно что сяо хай ни один десятых часов наиграю на кронине и я думаю только мейнеры либо люди кто разбираются хорошо поймут отличия сетапа который что что предмонстрировал нам сяо отличный вниз цикан термит в огонь пошел в т.г. хорошо даст снова хэй 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 цешка и вифы ладно x огонь в бок но он сейфово это нормально использовал фреймтрап но цешка у кронин на блоке плюсовая ее нельзя наказать заговор тролл по крайней не в такой ситуации кстати я заметил что уши на ground cd очень хреновая возможно у него джан сада неплохая гаун сюда не у всех хорошая но это компенсирует другие нормал и опасненько говорят японские коллеги есть отмена из цешки в макс мод крэй не стала на использовать метр мог принципе сделать level 2 и возможно эта ошибка сяо хая слишком высоко попал дышкой сейчас все лежит плюс не жмёт в плюса и шар начнется у хай перепутал селха не нажал в плюс так как x косуга на блоке имеет адвентаж в лесце у меня жгода загружилась вот это отмена вперед а в пушку слишком поздно он это сделал что уже не сконнектилась и это так фатально для него кончилось сяо хай проходит дальше так сяо хай справа был верно да сяо хай был справа а лишар слева и тот кто поставил на казаха справа выигрывает баллы канала поздравляем сяо хай и человека который болел за него у собрался собрался он казалось решать сделать невозможное как он себя проявлял матч прям был прям на пиксели прям очень-очень плотный жесткий я надеюсь он тоже понравилось оно стоило того действительно просмотр этого ивента оправдался в полной мере хорошо красота какая хай 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 хорош вообще да просто у демонюга на удачу выиграл удача это тоже часть скила потому что он мог не запанишить за ошибку но он среагировал и наказал даже если ему повезло это значит что оппонента задропал а сяо хай вовремя осознал и смог извлечь выгоду из этого действия а значит проходят дальше собственно сейчас мы можем наблюдать сетку вместе с вами санва мдш сейчас мы будем смотреть их матча решится кто же вылетит в итоге санва мдш или дете м для адреналины обидно очень прям чувствую обиду но хай то какой главное чтобы были матчи интересные поддерживайте ваших фаворитов уверенно не обязательно посмотрит нашу трансляцию и порадуются тому что мы за них болели уверен так все и будет фт2 играют ребята напоминаю узер финал будет фт3 гранд финал фт3 и вина финал фт3 сейчас пока что фт2 играют решается кто же покинет чемпионат сяо вставил все рано недовольным надеюсь идти выкинут стурика то дед опять возьмет ивент но далеко не факт прошлый эволюшн он не смог пройти за жизнь и одержал второе место причем даже если бы он не дропнул в тот раз дп в правильный дм он сделал тогда в дробаш она добыла во взрыв у за жизни был еще один дополнительный персонаж на якоре велика вероятность что чемпион эволюшна бы сидел на своем троне так или иначе идти у нас сейчас в озерах и собственно вероятно он может и покинуть турнир он с большим трудом попал сюда преодолев своего оппонента до этого вы сами видели с большим трудом идти пробрался так что не сказать бы что идти прямо является фаворитом его japan 2023 возможно твои прогнозы оправдаются омега жарко-то как просто реально жаришка дышать тяжело от хайпа при исходящего на экранах у меня предчувствие что даже зи выкинет в узи раша ухая посмотрим посмотрим будет интересно из такой станет развитие событий сейчас тоже довольно в опасном положении был но тем не менее победа есть победа неважно повезло ему или не повезло если он прошел значит он заслужил это вот она как спасибо спасибо янтан если у вас есть какие-то предложения или пожелания по поводу трансляции по поводу каких-то приколов забавы канала может быть у вас есть какие-то мысли по поводу развития дальнейшего не стесняйтесь вступайте в дискорд канал по ссылке в описании в разделе советы я с радостью прочту все ваши пожелания и постараюсь реализовать если это будет интересно пока что видите понемножечку пытаюсь всякие фишки добавлять вот первый опыт в комментировании европейских турниров ранее я только организовывал и комментировал российские а теперь вместе с вами мы видите смотрим такой занимательный ивент надеюсь что удастся сделать контент еще более интересным и веселым для всех нас мне нравится как азиаты респекты друг друга не делают дп когда кто-то прыгает они взвешивают риски видимо раз уж они добрались до такого этапа турнира значит делают все правильно возможно тех азиатов что делали дп и не респектили больно избили отправили в лузера в общем поэтому такой мейнсет получается на игру собственно это нормально во время таких чемпионатов играть более сейфово отталкиваться от поиска его оппонента смотреть что он будет делать и как-то уже анализировать ведь все все понимают чем это может кончиться например сделает и один раз так дп в блок тебя накажут и будет крайне тяжко перевернуть игру потом свою пользу итак следующий матч начинается это у нас мдш и так понимаю слева на лонг кей дэш и его оппонент играет на гисе клаки и ория но приятно приятно новые персонажи против дёрте собственно делайте ваши ставки господа кто как вы считаете пройдет дальше а кто покинет турнир или же дёрте м я до этого ранее не видел честно говоря в турнир не то чтобы я сильно следил этим игроком но сам в мдш я точно уж слышал очень темная лошадка турнира насколько я помню он смог пройти идти и как он справится с мдш начался матч дёрте м сейчас в плачевном состоянии facet меняет кей дэш и загоняет его и в угол избивая его без шансов японская коммуна не особо отличается жаль скоро не смог прийти бывают разные лишь ситуации уверен что скоро себя еще покажут других турнирах отлично и нитрау джанг д от кларка выбивает в прыжку конферми ты его и не в и не в x special но сам мдш не особо переживает конферми пошла комбо что ж придумает клак как жирает опять атаку и скорее всего это конец для него дам уверенно уверенно им дашь проносит кому мне рабей да вот и диск у дёрте м какие грязные сетапы он нам покажет сегодня пока что он демонстрирует отличное умение нажимать cd в нейтрале отмену сделал каракан цел реки какой без пони шоу процент мдш отлично пошла комбо хэй хэй гора к сожалению никак перебить этот улап скорее всего диск не сможет возможно между хитами по и бы сработала вот это сетапы очень хорошо не сдается тайваньский боец и диск все еще живет пол хп у него есть и два метра конферми твой ты пошла комбо против лонг сможет ли он отыграться или нет сетапчик на фрейм трап лонг нет каких-то реверсалов поэтому она терпит прессинг от гуся випает шатром но до фар версия полетела у гуся по версию него что канцелить не может и поэтому сожалению это ничем не кончилось санвэм дэш побеждает гуся со счетом 10 слишком хорош говорит федорчик м дожда очень неплохо себя показывает видно грамоту реализацию кей дэша в его руках свагнам на прощание но не стоит списывать его со счетов интересно использовал реку на дистанции прям вспоминаются мочевков 13 когда с помощью лайтовые реки спейселя нет наказания ничего себе это было крайне интересно вот кто там говорил что японцы друг друга респекта собственно тайванец продемонстрировал дпшку но и м дж не растерялся м дж такое говорит я тоже так умею хороший трипгард пошло дело украшнул и лари и вот так сетап пошел бы этим на дп в такой ситуации не но это уже это уже перебор был тут как бы м дж прямо обновил обновил такую наглость надо лицо бить собственно это и сделал где темп и янга сделал каймакс на вейке да да я считал так титул отлично загоняет в угол и он печально ситуации 4 форма она попер хорошо сетов красных отцов вайбан маши и сел хай сам в м дж не сдает не сдается и идет тем тоже хорошая отлично отлично его и просто машина круто flexed на кейдэш и дж туда спор 0 пошел кроне на арену но ждете м которого мы уже казалось быть со счетов списали на одном его и показал очень хорошую игру обратите внимание как м дж наказал за вип даже несмотря на такой пушбек лайтом и лари видно что игроки конфермер такие моменты они как идти который жмёт плюсов тайванец не респектит японца да видимо японцы только японцев респект от вот этих клятир гайжинов до тайванских они не уважают и нажимают дп на вейке интересный сайт свитч от м дж загоняет в угол кларка и пошло дело взрыв и давайте как вас немножечко о т.г. сетап на сейф джамп запрыгивает запрыгивает клад и клад не знаю чем ответить и паниш овер паниш оверхеда с помощью командника все-таки да очень валидольный матч прямо жестко жестко жаришка жаришка почему и лари тайванец напоминает мне омега возможно это скрытый омега сидит из компьютерного клуба сейчас пишет нам в чате и одновременно на турнире играет поменял никнейм чтобы его не узнали как бы я думаю омега вполне мог бы играть этом турнире и так подсказывает такую игру на его я возможно это очередной фейк омеги дёртим и так отличная те конфермент контр-хит в реку загоняет дёртим оверхед хорошо реактив ндш вот это да ну вообще опять френд обжирает мдш неужели неужели он неужели он не готов к такой игре на его я удивительно дёте прямо невероятную невероятный спейс показывает фрейм трапочки отличные так пошел прессинг на лон хей хей ну тут да тут должно хватать отменил видимо бейтел на реверсов и есть наказание за свип с помощью своего свипа который случае чего она может отменить стойку поэтому тащим талон ничем особо не рисковала 11 короче обменялись весосами да да отличный франкенштейн и рот кларка пошел в ротекс ожидал видимо командник поэтому выбил в прыжку с помощью дэшки кларк мейнгейм и майнгейм и пруд прямо мощь 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 так отлично линкует кларк что же сейчас будет командник или же загоняет в угол он или же новый или же дэшка на вейки да да видимо ожидая захвата м дэш прыгнул на вейки и сожрал эрбон дэшку от плака это замечательный куарка но ему и просто пушка я кто-то мои техи украл омега срочно я думаю нужно патентовать эти бурят и охренели воровать твои все тапочки отлично используют эту и нормалы в и не в спешил загоняет в угол кларк вновь койну явно не хочется быть в углу и угадывать нормалы или командник от казиноча использует сейфджам отличная туэр от но все равно выхватывает кларк так что же будет франкенштейнер да на этот раз на этот раз не угадал м баши дете м омега миле филис фантом x все вот эти имена проходят дальше казах справа вот он наш чемпион м дэш проиграл удивительно м дэш уступив великолепным техом на иори ух ёбаный рот это казино да да клак такой персонаж у него немного урона и името ему вполне себе особо не надо но благодаря своим вортакс сетапом благодаря миксом он может очень сильно парить а его нормалы ну вы видели это цешка эти рту эйры просто он может каждый удар буквально за пол бара превратить в в путевку до угла тащил в угол и жмет стеночки да м дэш такого явно не ожидал опять минус баллы но зато какой матч крененный был согласитесь не стесняйтесь ставьте ваши баллы канала в общем это было охрененно просто реально дете м прямо темная лошадка очень удивил своими техами офигенно омега как будто специально такой почему эти японцы постоянно респекты дп и тут просто на тебе на тебе на тебя тайванец взялся серьезно за дело своими миксами ух собственно мы сейчас можем наблюдать сетку финалах у нас для жизни и сяо хай собственно видя финал будет фт-3 в озерах у нас сейчас лишь арджер тем сам влаги и свободный слот непонятно кто там окажется об оба оба или идти собственно сейчас мы и узнаем м дэш покидает турнир собственно все конец я ж грозят и читают мысли как роботы на расстоянии да тут сверх свежий взгляд чисто тайванец такой здорово думаю я тебя буду респектить а как тебе такое дп в минус минус 3 да там здорово собственно идти против обау против оба бы кто вылетит с турнира а кто будет сражаться с санва лагер как вы считаете выставь японца на мороз девиз этого турнира и кстати снова битва будет тайваньца против японца увидим ли мы повторение предыдущего матча японцы и тайваньца или же здесь исход будет другим и а баба победит смотрите какой довольный идти сидит явно закинулся вкусной водичкой обау будет ли будет ли леоном не знаю пока что ли он и у нас не не было на турнирах вообще ни одной ли он и не наблюдал скорее всего маловероятно лена и до этого не было особо сильным персонажем будем честны и довольно требовательным а сейчас так ее и понерфли после патча немножечко вероятнее на таком турнире будут брать максимально простых и сильных чаров возможно будет юри и биджейн откроем кейдаешь принципе опять же можно наблюдать на нынешнюю мету матчи прямо плотный под очень интересно наблюдать приветствую всех вновь привыкших уже 31 зритель у нас в общей сложности 20 на ю тубе 11 по твича приветствую друзья если вы новенькие не забудьте подписаться на канал всех ответить сегодня мы смотрим финалы его japan 2023 дисциплине кинка файта с 15 а также играем в разные файтинге не только надеюсь вы найдете что-то интересного для себя на этом канале всех рад видеть здорово здравствуй не кон тем кто пропустил матчи рекомендую настоятельно обязательно посмотреть на зарубы к тому же снк показали нам показали нам трейлер персонажей новых которых стоит ожидать вы можете посмотреть за моей реакцией много анонсов разных интересно сейчас это будет дед против а боба прям сочный матч и дед как всегда будет принят в год принят таблетки и а боба давай в общем у вас есть возможность проголосовать кто же победит из этих казахов а боба или идти поехали итак кайдер дженни и чизуру кагура против ислы кронина и биджанет я буду болеть за игрока слева по так как его выбор персонажей более вариативный кронина и биджанет уже наверное в печенках поэтому а боба вперед россия с тобой россия а боба все лучшие друзья япония и мы как бы молится он всем богам за победу в его джопан поехали а боба слева идти справа леоны да не завезли предпочтел использовать отца приемного леоны как бы более опытный нежели молодая особо проявить себя куда лучше по турнире отличный концерт лайтов от биджения будет использовать сетап на сейф джанс и слабо терпит но вниз все-таки находят цели избивает интерн идти пока не может найти выход из ситуации чизуру и кайдер прям хороший выбор чаров соглашу вас я на самом деле был чизуру на третью позицию поставил но посмотрим на якоре тоже очень даже неплох сейчас благодаря своему дему с кольцом идти и вообще считай в нули ну выиграл оба своего соперника полетел просто xdp без инвулей если что если что у биджен от вот эта атака хотя и называют дп там нет инвулей ни на какой версии то есть это просто налоги как он-то влетел и перебил эту и пью-пью так что обау прямо обау прямо наглеет в этот раз он совершил ошибку и идти я перебил инстану вверх но к сожалению сожалению не смог он как-то дальше с конвертить преимущество идти все-таки с помощью а т.г. projecto его добивает 11 чизуру вылетают будет silence нет зажал метр ангер от и до гол гол хайдер поддержка в чате вижу обау пользуется популярностью кронин против чизуру три метра есть то нашего байкера отличный light punch канцеля 2 вот и г и делает сетап отличный cd как вы знаете у чизуру каждый окон имеет черт бокс поэтому его можно перебить даже на пол скрине собственно идти пытается это использовать и перебивает на дистанции клоны чизуру своей цедэхой видит от агэ обау канцел плюсовой цешки и это конец да нет смысла тратить больше ресурсов xdp вполне себе хватит для победы а баба нагибаю туда хороший биф понише с помощью вниз цвет кайдер на кнопки у него действительно крайне крайне длину вы видели такой стингер интересно есть украш и увольда высасывает к пашечку и так у него был существенный лайф лид а теперь так идти совсем в плачевном состоянии хайдер принципе может его дозонить и есть пронишь за ролл что же придумает тайваньский боец увольда да тут ситуация пока из которой крайне тяжко выйти либо тебя защипает кольцо смерти либо тебя встретит дп мунслэш если соберешься за и выйдет собственно 10 в пользу бабы обау и меняет персонажа идти какие-то перестановки он решил попробовать и бенимару выходят на поле брони свою очередь оба обау менять персонажа не может но может поменять порядок выбора в зависимости от пика своего оппонента менять ничего не стал все остается как и раньше хайдер на якоре но поможет ли бенимару справится сейчас и узнаем с идти проиграет а ему пора на пенсию видимо да ведь проиграв этот матч он покидает турнир ведь это озеро обау проходит дальше как бы бумер пм тоже наверное может сыграть соревнования опыта и возраста что в итоге возьмет свое пока что бенимару отлично спейсит с помощью слэша использует лайтовую версию которая минус 1 на блоке не наказывается кордовая в свою очередь имеет дольше более долгий стартап на плюс но как и кассу гукронина ее можно копнуть наказать завив панишет на стартапе так фьюфью от беджена отличный красот но хит был слишком высоко сделан из-за чего выхватила дофреймовым захватом пока что пока что обау не перестроился к новому матча по возможно еще не готов к техникам бенимару не сказать пока что бенимару какой-то жесткий персонаж или контр пик против обау но предположу что просто еще не привык к новому чару нужно для этого время чтобы адаптироваться чизу загоняет в угол нашего нашего японского бойца который одерживал больше всего побед в турнире хитко файтерса сможет ли и в этот раз бенимару одержать вверх в турнире или же на этом его череда побед закончится ничего тебе интересная ситуация получилась есть наказание чизу розвенимару ушел отдыхать ордер select все же полезная опция так как ты можешь поменять расклад в нужную сторону верно да это же своего рода майнгейм и среди матча беджа не пытается перебить своей цешкой клона чизу роз вот всячески выкидывает нормал и это чем-то похоже на вив паниши дал сима знаете который нормал и свои выкидывает на фаускрине а ты пытаешься его перебивать по хердбоксом только чизу роз тут видите клонов выкидывает с хердбоксом и собственно кофе люди тоже пытаются перебить всячески жрицу склонными и все это конец для чизу вливает метр совершенно не жалеет идти правильное решение считаю и остается только справиться как-то с полковником посмотрим ведь это последний шанс игрока стояние у хорошо выкидывает light punch всячески какая ошибка сделал харт версию видимо не смог отменить вполне вероятно что он хотел сделать отмену с помощью ролла но он был на такой дистанции которые от отмена невозможно из-за хитбоксом предположу так как только в каузе можно отменить из-за этого идти потерял сейчас большую долю жизней из-за такого рискованного решения бью-фью сможет ли он как-то несмотря на это на эту ошибку как-то исправить ситуацию вот каш практически у хайдерна один удар может сломать ему блок и выйти на гарантированный хит но вернулись в нейтрал нормализовала ситуация продолжает прессинг биджения заветный гвардняш все-таки идти получил желаемое и хайдерн проигрывает 11 вы можете видеть суд весь спектр эмоций сейчас от идти с этим матчапом не знаю что кисленькая как будто принял мачап скайдерном так теперь паузу ставит а боба у нас сейчас какие знаете какой-то mortal kombat момент когда происходит контр пик после каждого матча на узер пиках сейчас уже идти не может поменять своего персонажа но в свою очередь оба оба у может решил взять небольшую паузу персонажи без отменений но порядок их выбора по моему тоже самое за 4 все просто паузу взял видимо чёрт как же идти радуются победе как пенсии на когда дали прибавку на 2000 и отличный красав сначала матча 5 делает командник очень хорошо сетап на сейф джамп вид по этой кофе на многих понише нет вид 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 это комбой слайдов есть наказание за ансей сегрина лайтовая сейф на блоке дожилает версия hard плюс поэтому респектит респект это балла райкокин тоже сейф выбивает с помощью анти эйро дрель смысле перепутал отменяет дабл верх от минималу но несмотря на то что биджен от с реактива одержать вверх это не помогло отличный экскамальник есть комбат идти прямо восприял духом мне кажется что что-то они там подливают свои бутылочки даже смотрите он попил поборщился возможно вам какие-то добавки мэйдан тайвань чтобы выигрывать турнире революшенах отличный захват загоняет в угол чизуру благодаря бэк тролл и снова наказывает как будто воспрял духом дед чувствую чувствует он что-то что приведет его к победе какой муж боже что творит этот что тут творит какой свой у это видели какой мл джи момент вот тебе матча пчизуру что бывает когда у тебя хиртбоксы наклонах видимо не зря не зря бене он взял бене мару контур пиком на это скорее всего и был расчет как вы можете заметить бене мару вполне себе неплохо обходятся даже на такой дистанции с чизуру хайден последний 4 метра почти в обойме в принципе сделал свое дело в принципе принципе ставочка сыграла считаю что хоть и не вынес 1 в с 3 но вполне себе выполнил свою задачу сетап и снова выход в митя в митии projectile становится на выход реакция то на этот раз обау но из-за пушбека не наказать все-таки за метр сделай она инстану выходят нормалом то она бы отдала нейтрал и продолжит пресняка не смогла полковник живет всеми силами старается высосать немножечко хп с помощью командника снова захват пол хп уже нет дед справа проходит дальше о хо 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 клаймакс конце что это такое как же они как же они выносят боже такой хайп такой хайпище просто однофреймовом перри встает идти на вейке можно сказать это своего рода момент из эва паков 14 когда он точно так же клаймаксом вынес сяо хая но к сожалению это пока что не финалы вот это да ну получается опыт все же побеждает возраст еще не дает свое уйти я думаю что этот старичок еще покажет себя возможно и в следующих копах если я как же будет жить будет продолжать радовать нас такими хайп моментами вот это конферн да дед принял таблетки следующий матч у нас получается лишаем против дёртим я так понимаю или же лишаем против омеги который у нас сейчас чате мы все болеем за тебя мы тебя раскрыли по твоим техам так что посмотрим как сейчас пройдет матч правило все те же авто 2 ну вот мои тихи работает клаймакс на выйти тоже полезно любые опции полезные если они работают значит делаешь все правильно просто главное понимать когда какие опции применять если ты вообще не делаешь дп соответственно тебя твой оппонент перестает тебя бояться если в полной мере может применять весь свой арсенал миксапов то есть тег троу шимми фрейм трапы и прочее то есть надо просто понимать какой ситуации тебя стоит делать рискованные вещи в какой лучше не нужно то есть это адаптация обычная никто не говорит что нельзя применять клаймакс на веке никто не говорит что нельзя там командиком вставать или там еще что-то применять просто нужно взвешивать риски и понимать целесообразно ли выполнять эту опцию в данной ситуации или нет я так думаю мне так кажется барс перспекте у меня и поставил два ебала бакс серьезного ты самый старожил на этом канале у тебя своих же слов 60 тысяч ебалов уже на канале почему ты не хочешь рисковать омега вот такой плейстайл не поощряет ты слишком сейфово ставишь баллы на канале где твой как-то называется где твой бойцовский дух ты же можешь поднять еще больше хотя зачем тебе еще больше да и так хватает с точки зрения матча потом барс верно отыгрывает он не тратит е-бал и имея лайфлиц 60 тысяч очков не давая ты дочку поднять случае его ошибки дочку от этого очень неприятно поскорей бы кросплей был бы прикольно если бы кросплей принес нам живой онлайн и можно было бы получить второе дыхание со свежими силами вновь все вместе тренироваться играть тоже пока что пока что считай мы можем наслаждаться кофом лишь на экранах мониторов нежели самим от души ребята получил взятых давайте дете м дэш справа или же омега на илория кларки и гисея против лаги если правильно помню на рио кей дэш и крови не поддержите наших товарищей ставочкой как вы считаете кто победит казах справа или казах слева ну что я могу сказать по поводу клуба лайки по адресу меняет какая-то реклама мы мне не заплатили за рекламу кроме кибер дисциплине не установлено нампада на клавах нет файтинг играть невозможно да видимо там только кс и до . так или шар против дёртим матч начинается надо играть ва-банк всегда все на красное ставим все или чего дух короля бойцов отличная дп от дёртим снова отличная дп сразу палец палец а техи пошло дело загоняет в угол снова используйте кто им хорошо и дроп дроп дёртим сожалению очень-очень хорошее решение было но что-то что-то он неверно ставил по идее в этой ситуации омега должен был побеждать но к сожалению к сожалению удача была не в его пользую сейчас посмотрим как справиться с этим казино лишь а против парка пока что отличный в паниши демонстрируют занрицким будет отмена в дм нет решил засейвить метр видимо дам ты джайбу хорошо снова зажал как хороший виз паниш с помощью дэшки захват вы слушайте слушайте пока что лишал прямо нормально раздает будто бы стирает надежды дёртим на победу но это только первый матч как мы знаем все еще может перемениться идти нам это наглядно продемонстрировал как и вся ухай когда слил первый матч на потом отыгрался отлично использовал однофреймовые пэри на вейкапе так как корейский боец уж точно сейф джамп не дроп нет конечно можно было подумать что он мог сделать эмпти джамп лоу тогда по его не сработало работает только на хаймит атаки на лоу не работает конечно есть лопы и но он применил в этом сервере ситуации другую версию собственно ставка сыграла вату использовал к сожалению 2 никак не помогает в этой ситуации но каждый из них не хочет оказываться в углу поэтому череда гвардов виза этот на форму он дэмом но за пол бара использует снова ты все-таки гусю бафнули пэри в этом патче не вижу вашу предикта был в чат ребят вы можете использовать smilex гусем я думаю что это то что мы сейчас должны были скинуть учитывая то что сколько прошло парирование от фантом икса дёртим и прочих ребят фёдор кидай 100 рублей я кинул 500 либо у нас торги в чате происходит за баллы канала так дёртим начинает с реки мать отличный кросскат дп реагирует на тоцумаку реагирует на атака до пешкой его отличный форте канцелет в какой отличный виск они с помощью cd сетап на сэйф джамп поехали лишай как всегда хорош но не знаю не знаю делать им показал что он еще может вот это очень странное было сейчас дёртим показал что он не лыком шит и вполне себе вполне себе может огрызнуться один метр теряет рио видимо он использовал явно не ту версию дм а какую хотел и в итоге проигрывает реки и оре знакомые тех и знакомые отличные консервуайт панча в контакте в реку как мы знаем лайт панч в реку без контакте таник амбиций так что его и показывает что умеет пойдет видео отлично канцель это фарды кей дэшну к сожалению сожалению опасная ситуация не смог он продолжить и видимо ожидая projectile от кей дэша и ой полетел на дп хики который обладает ингулями не угадал и словил в лицо кнопку снова фарте канцеля . хорошо используют свои дальние норму и кей дэш хороший space space трапы так называемые на дистанции вниз-назад кей дэш и крайне напряжно наказать итак поехала рулетка от кларка угадай угадай сделаю я empty джам командник или же или же я сделаю нормал и собственно не угадал в этом казино сейчас дёрте а или шар а дёрте продолжает кронин на арене два с половиной метра абсолютно спокойно себя чувствует сейчас кларк не жмет кнопки дефенсивно играет просто ждет ошибки оппонента кронин в свою очередь теряет ресурсы крайне опасный был фрингвинштейнер но опять же повезло не может никак вскрыть кронин кларка и вот выждал выждал момент дёрте пошла комбат будет отмена да есть отмена в и не вы джагл и новое казино на этот раз тик-троу сделал по после лайта отличный депо последний шанс считай был сейчас у лишая ужирает и это еще не конец чисто реки в блог стараться работают омега тыщи одна ошибка это ошибся поддержка поддержка делать тема в чате я тоже поддерживаю тема я с вами ребят у него более разнообразный набор персонажей ну и такие страдки мы точно мало где можем увидеть как у него очень интересно смотреть как бурят и пытаются адаптироваться вот такой поистов есть наказание за слайдблок не было отмены мы можем видеть волнение в лице дёте м он не сдается 11 счет держится держится видно что он волнуется но тем не менее его битва еще не окончена как мы можем заметить в то же время лишь а вполне себе пышет уверенностью несмотря на проигрыш кажется как будто он совершенно уверен возможно мне так кажется я плохо считываю эмоции но как будто бы он спокойно относится отлично 4-фреймовым лайткиком перебил на стартапе рио и оре за канцел кокина отлично потрейдили с цдх и к сожалению его и не смог как-то продолжить такой ситуации баланс отмена несмотря на несмотря на пф я считаю командник лишь а вливает метр на этот раз да вот это хайпища красавцы то не было кроскатал его и но есть депо сейчас здорово и спасибо за очко говорит омега сможет ли омега получить второе очко или ему достаточно одного очка от лишая и счет будет 21 коса слишком высокая в прыжках и становала дп очень рискованная внезапно казалось бы крайне рискованные методы применяют dirty м но в этот раз лиша использовал хардовую версию dragon панча который имеет ингуле и долгий стартап но не окупилась не окупилась его решения получил паниш отличный бросок а кларка решил использовать зонинг лиша правильное решение прочитал франкенштейнер пошла пул комбо завив командника и вот какой отличный корнер к и у кей дэша уже буду находится так это казалось бы мы только что были с другой стороны арены но один франкенштейнер и ситуация поменялась в одну другую сторону благо используя вату он сейфово выходят из атаки прерывая битву есть отмена пошел сетап интересно метро нет логиса он не может сделать не шамон не но у макс какой-либо другой не резин что поэтому ситуация у дёрти монта крайне патовая скорее всего это последний его бой до сожалению мы прощаемся с тайваньским бойцом кореец лишь а проходит дальше и боец слева будет сражаться со следующим оппонентом одете им покидает турнир такие вот дела приветствую всех внутри бывших уже 24 человека на ю тубе 11 на твиче видимо на твиче бывают проблемы с трансляцией поэтому люди переходят на youtube вполне себе тоже такое приветствуется на ю тубе по проще всех рад видеть кто еще не подписался обязательно заполохте канал чтобы не пропускать новые трансляции по разным файтингам друзьям так все кого не было так чисто реки в бок это я читал зель вернулся в коф планета очистила здравствуй хорус рад видеться я никуда и не пропадал из кофа просто к сожалению мне не совсем представляется возможность поиграть а по коменте турнире почему бы и нет матчмейкин к сожалению так и не починили поэтому стримов кофа не так много как бы мне хотелось можно хотя бы наслаждаться бурятскими противостояние что он тоже нравится так следующий матч у нас будет получается вина финал если правильно понимаю или не поняла гея против идти узор кордос финал кто же пройдет в узор всеми финал по-прежнему у нас of the 2 собственно делайте ваши ставки в чате господа как вы считаете их нюхли стариной еще раз идти пройдет дальше или же победит казах слева я хейтером к-11 поэтому не заходил ну понимаю понимаю я стараюсь в равной мере уделять время каждому файтингу в которой играю последнее время у меня были трансляции по геуте герлу по хобарт легоси по стритфайтеру сейчас уже не так много mortal kombat а пока что у меня перерыв от лиги хорошо что ты забежал на трансляцию по кофу не всегда удается успеть везде во все поиграть по нажимать кнопки в разных файтингов что буду тебя ждать на стримах psf у кофу юти гиру хобарсу аж ты хейтером к когда вы в рейнджеров не знаю я думаю никогда надо посмотреть что за игра я боюсь у меня сейчас хватает файтингов и так может быть гляну на досуге что за игра такая не особо интересуюсь такой тематикой сериал в детстве смотрел не более дед выпил кумыса вот его и жмыхнуло прямо сейчас до закидывается умысом идти посмотрим какую дозировку он выбрал для того чтобы пройти своего следующего оппонента ошибка может стать фатальным уже в узирах сейчас решается в этом ft2 кто проходит дальше и будет сражаться уже в узер-финале формате ft3 как мы знаем в узер-финале винар-финале и гранд-финалов дерутся уже до трех побед а пока что до двух так что ошибаться не стоит спасибо за полу форус удивительно что ты подписался только сейчас я думал ты уже давно с нами что же я рад рад хорошо что подписался благодарю следующий матч кио биджет откроем против биджет откроем и минимум сказать битвы на победку у нас идет лагия против идти отправляю отправил я уже прогноз давайте я еще раз давайте еще раз его произведем так как я не вижу чтобы кто-то голосовал попробуйте снова идти буквально на пикселях кошек мальчик еле-еле смог пройти своего оппонента повезет ли ему и в этот матч начинается начали довольно размеренную чисто нейтрал играют пытаются перебить кнопками движение друг друга отличный котором слайдов от кио начался отличный фрейм трап от кио но сети не ведется плюсовая версия слэша и перебивает на стартапе лагер какой дп странный и не менее странный паниш дисконферный у слайд в окон-кон лагер меня это удивляет на самом деле зажимает в углу уже идти к полню не так много и на ранград поборолся он немножко за жизнь но не хватило не хватило так рейнджер фатер налоги до базы только на скоростях обычной игры мне пока хватает из аниме файтингов страйва если это то же самое тоже дбд дбз у меня тоже с аниме ассоциируется пока что я не особо сильно разбираюсь в этих механиках аниме файтинг с разного рода канцелами и дешево пока что наверное воздержусь от рейнджер так мир матч беджене использует плюсовый вниз-назад киев идти зажимает в углу инстинговых есть пониж за инстинговых от свою очередь от лагеря не совсем понятно для чего он решил его использовать обычные ценовых это применяют для наказания вернет для того чтобы закончить матч и лагеря даже доказал за слипом вифы от красотом идти опа вот это очень хорошо было сделано фью-фью и там уже был миксап либо лау либо оверхет и как раз таки здесь инстинговых от был вполне себе оправданно дбз так ронин на арене фью-фью опять же канцелет из бак джампа свои прекрасные ноги но кронина это не останавливает вливает метр беджене в углу минус 5 блок здорово здравствуй патч season 2 как будто лагия еще не привык к тому что это минус миллион но делать ему больше нечего использовал дп из последних сил пытается он вырвать победу уйти но сделать это будет крайне затруднительно четверть хп остается а у идти еще живой кронин который расчехляет свою дрель уже но возможно ему это и не пригодится есть отличный порце и до 10 в пользу идти опять закидывается целебной водичкой с минералами тайваньских вод я не знаю что он что приносит ему такую победу внезапно обратите внимание как идти отыгрывал предыдущие матчи и как он подсобрался закинувшись целебными святыми источниками так лагия тоже что-то принимает посмотрим окажется ли вода тайваня сильнее чем его люблю рейнджеров люблю синие когда был мелкий надевал зеленый костюм понимаю понимаю барс у нас не только рестлер еще и барс рейнджер так и слоупа как всегда лучше поздно чем никогда хорус рад что ты снова с нами вернее теперь с нами ученик против учить ученика кто из них кого учат запутался рейнджер это так где бн башки это турнир свой топ у не такое такое мне не особо нравится возможно я просто не распробовал кто знает отличные караканса от киа но и тени церемониться сбивает до пышки кривой сейф-джам так я же так сказал дбфз дбдвз я же оговорился потом справился все нормально и так пошла комбо обратите внимание да лагия тоже попил хлебных японских вот и вынес поинта идти возможно не действительно добавляют какие-то какие-то реагенты в свою воду чтобы показывать такой уровень игры на турнирах казалось бы лагия уже проиграл но нет нет смотрите какой отличный тролл так только что мы он исполнил есть full up в overhead отличный концерт лайтов поехали хэй хэй он в углу что же идти предпримет реактив на overhead идти и на эти лагию против села перед его прям на стриме картинка забавная была посмотрим что же произойдет теперь используют каймакс сети и скорее всего это туфля станет фатальный для киа и это действительно так 40 секунд на таймере практически full хп восстановится до 200 потратили но при этом нет ресурсов уйти отличный анти использует фьюфью в крайне напряженный спешил конечно движение поэтому она и является топ-тиром как раз таки я предполагаю что в основном из-за данного спешила которые сейфовой и дает тебе бесплатный микс-ап отличный ангра по отличный тег гроба лагия бьет грушу а на груши фото села идти рядом как тренер на к сожалению пришлось столкнуться учителю ученику в этом противостоянии они готовились к сражению с против сяохая но судьба чертовка свела их в озерах друг с другом тоже в итоге накажет надменного китайца тайванец или японец ведь со слов комментаторов чате идти является учителем лаги и так пока что лагия лаги ошибается отличный конферн вливает два метра и хватает для того чтобы расправиться с блондинкой собственно мир матч кронинов лагии заметное преимущество по ресурсам но возьмет ли опыт победу или же нет скорее всего лагия не будет до церемониться вливает все ресурсы произошел взрыв еще полтора бара на месте и 210 хп у идти короче красав и отлично подготовлен лагия видно видят красавы от 300 нет наказания за за а т.г. и все-таки попадает лагия 11 это еще не конец снова заправляются водичкой сейчас все решится к сожалению грушей стал идти говорит фидорчик продумывает мыслительный проводит мыслительные операции идти прямо сейчас видно его лицо наполненное опытом продумывает все варианты событий как же ему пройти своего ученика чтобы встретиться своим райвалом и так отправляемся в бой white slash используют сейф на блоке отличный красав от бени мару и 2 красав уже попадает цель держит в углу лагию спейсит с помощью нейтрал джамп д не давая выйти но тем не менее к нашел уязвимость и отправляет бени мару в другой угол бени мару в углу он наказан отличный конферен дэшки в адм осуждаю намеки на астероиды пока же тоже осуждаем не одобряем но мы все-таки не являемся судейской коллегии и не знаем так ли это на самом деле если там какой-то или нет возможно их действительно проверяли перед турниром и это просто совпадение что после выпитой живительной смеси они начинают показывать невероятный уровень игры отличный конферен вливает 2 метра лагия и не тратит не тратит он метр на у т.г. ему хватило сделать сейф-джамп и оказывается он сделал все верно так сейф засеялся с помощью ролла отменив флоп дженни отличный анти реагирует на оверхед биджен от тем из-за чего оппонент уходит ни с чем просто потратив ресурсы снова пью пью отлично идти зажимают в углу слова используют сейф-джамп на этот раз идти уже на это не ведется и не нажимает никаких реверсал потому что биджен тащим то нечего нажать по большому счету д длц сака тащит не до нерфли биджен от это явно видно опять же это гений на и сын к мы сделали чтобы биджен от не могла из бэкджампа делать в юфю но она делает это из бэкдэша великолепно великолепные планы сын к собственно тем самым киберспортсмены по максимуму реализуют эту оплошность это станка либо не знаю может быть они так и думали так и планировали и используют максимально сильные стороны из бэкдэша в этот консул видимо все таки идти пока что и показывает что опыт сильнее возраста и пытается всячески выиграть своего ученика но от играет кронина и сейчас все решится отличный контент свой то вот эти три газа и рискнул рискнул агия использовав как дп в дм сейчас такая ситуация когда да возможно стоит рисковать а возможно наоборот стоит забейте на реверсал кто быстрее адаптируется тот и победит лагия все лагия проходят зацепил зацепил он айти покидает турнир получается побеждает казах слева как же хорошо да к сожалению идти на этом заканчивает свое шествие видно как волнуется лагия какой спектр эмоций он сейчас испытывает победил своего учителя наверняка идти прямо сейчас гордиться им пошел в долг престарел не ну хорошо хорошо я думаю никто не будет спорить с тем что матч был крайне эпичным и интересно что же сейчас нам покажут винир финал или же финал лузеров можете наблюдать сейчас сетку зажези и сяохай и лишал лагия в узерах сейчас матчи уже идут фт-3 в узер финале будет фт-3 вида финале фт-3 получается скорее всего сейчас будет узер 7 и финал лишал против лагии все еще фт-2 и сюда лишай путь влаги фт-2 вот а потом уже до трех побед будет каждый матч видимо если правильно понимаю реально крутой топ 8 согласен с тобой ультима офигенный и новыми анонсами нас порадовали и занимательными зарубами еще бы над код починили вообще было бы песня просто ждем надеемся верим превзошел ну конечно победа в одном матче это не показатель но тем не менее то что он смог пройти в узерах идти это уже хороший знак кстати ждем гениться конечно ждем гениться отличный по край мере визуально выглядит великолепно надеюсь что и инструментарий у него будет не менее веселым хочется чтобы у него были про джек тайлы как у арочи шерми куда ска а также реки из 2002 м ну и пополнит ряды в босс челленджа а то наверняка угол там одиноко сидит без особой компании боссов к тому же наверняка возможно нам завезут новую арену для босс чар это да вряд ли же они будут драться снова на арене ругала да вот этой кто знает геоница завезут босс мод завезут арену завезут все к лучшему усилили отличный дизайн пока что все это на бумаге по трейлерам выглядит замечательно главное чтобы реализация была столь же великолепный как-то все выглядит визуально в теории сейчас 7 финал венеров замечательно значит все таки финал венеров за жизни против селуха что-то мне кажется арены не будет думаешь не будет ли но было бы неплохо так как арен маловато сейчас они все музыку завозят завозят при этом новых так и не подвезли только одну всего скупятся сильно мне бы хотелось чтобы они добавили такую одного что можно будет выставлять рандомную музыку на конкретные арены а то сейчас получается что ты выставляешь рандом треки мало того что они ограниченном количестве а если ты не хочешь ставить ограниченные количество ограниченные треки то тебе приходится слушать вообще все даже какие-то 8 битные которые не совсем приятные на слух вот так еще и если выставляешь рандом музыку она ставится на все арены сразу же хотелось бы конкретно выбрать например на тренинг стать чтобы было рандомные арены а в остальных ты мог слушать стоковые скоп 15 а то так получается что этом диджей стейшеном музыку из пятнашки даже никто не слушает вина финал f3 должны играть по идее как вы считаете кто выиграет за жизнь чемпион эволюшена прошлого года против селухая неоспоримого фаворита наверно турнира кто же выиграет казах слева или казах справа биджен от из лана хоруру у даже зи против биджен от кио кронин у селухая я буду болеть за жизнь и потому что у него более разнообразный пул героев мне интереснее наблюдать за такими персонажами нежели за постоянными мирами я уверен что в качестве зрителей вам тоже будет интересно посмотреть за другими чарами нежели смотреть как биджена делает фьюфью а кронин матч начинается и так влетает со своей курицы со старта матча перебивая попытку биджена сблизится и так захватик казалось что он делает красав но это было просто сэйф жамп впрыжка пытается делать нейтрал джамп и джамп c чтобы предотвратить попытку атаки от бидженов и за нових лет вот селухая хорошо сейчас за жильзи находятся в неприятной ситуации отлично реагирует селухой на впрыжку сэйф жамп фьюфью и вместо срабатывает вот на кору кстати на кору одна из единственных персонажей в кофе кто может наказывать платье биджен от на блоке так что селухая стоит быть аккуратнее если он будет с память c в вниз-назад панч в ее платье на кору вполне себе могла бы стереть улыбку с лица нашей барби отличный триблок и да не пожалел метро избавился от соперника и одерживает победу в первом раунде восьмибитные треки офигенные есть неплохие но мне не все нравятся и мне не хотелось бы мне бы хотелось выбрать самому треки которые нравятся но в таком случае они ограниченные по количеству отличный блок обол и хватает урона на спешли чтобы за чипать у селхая и сака форевая тема эша из 13 кайф да да тоже очень нравится в кофе полно отличных треков мне нравятся практически все песни из 2002 м из 13 из 11 есть крутые из 2003 есть например моя любимая тема ешь это сплендит и вел из 2003 но к сожалению я не могу поставить все собственно это расстраивает отличный empty jump low но к сожалению не рассчитал дистанцию видимо сяо хай не смог с конверсить зажимает в углу отличный блок от джерзи заперли его в углу использует бортлоу и опять жмет в минуса сяо хай отжирай white punch теперь не поменялись местами instant overhead хорошо опа вив панишь поехали чего же теперь ждать сейф джамп решил не использовать projectile редких не было наказания за редких это минус пять в блок насколько я помню а ультима подтвердили опровергния насколько я помню их зол и минус 5 в блок и сейчас за жизни просто проебался с панишем и оверхат попадает в попадает в бидженни и счет становится один выходит последняя исла против двух персонажей селха я так делает реку отличная те красав зашел кронин четырьмя с половиной метрами опасный персонаж даже несмотря на нет и если пропустишь атаку то можно сажать отлично заблочил как это была такая дистанция где уверхат был плюсовым низ конверсия в это за жизни и сожрал фул комбо от сяо хая это конец 1-0 в пользу сяо за жизни к сожалению пока что не смог преодолеть этого монстра снова закидываются волшебной водичкой восполняют водный баланс так как турнир это все-таки довольно стрессовый стрессовый экспириенс нужно много потеешь волнуешься нервничаешь нужно много пить и дышать свежим воздухом стараться сохранять холодную голову самообладание это бывает крайне тяжко в таких моментах много важно очень много пить это как минимум помогает тебе собраться с нервами стекать и вас шаха и болею за жизнь ставлю на селха ах ты хитрый йога какой вон хитрец вроде да там тяжелон к сзади просто помню по своим дате там что-то вроде минус 5 но есть пушбек то есть а танцы и в по-любому это можно наказывать но не с реакцией у оппонента хардовый по моему рептик сейчас даже плюсовый с какой-то дистанция отличный рефлектов на карлу сбил сбил прожектое убеджение отлично я в прыжка курица не спасла она гайма махаха но это была предательская птица не пришла вовремя фью-фью опасная ситуация для за жизни ася ухай словил кураж там уверенно уверенно смотрите какие джагл показывает инстал оверхед и за чипал тот момент когда биджа не могла спокойно вообще безозрение совести использовать платье так как чип урон и на карлу бы уже при всем желании не ответила xdp зан сейф не наказал бы много дышит волнения это да водичка помогает собраться я вроде бы не играю но уже сижу весь мокрый из-за света софитов из-за постоянных разговоров из-за потных матчей как будто бы я сам участвую волнуюсь за ребят я уверен вы тоже испытываете те же эмоции такие матчи просто умопопрощительные прямо иногда дух захватывает еще бы не мировая вообще было бы великолепно но даже если противостояние казалось бы одинаковых чаров решения которые бойцы принимают иногда бывает крайне они интересны и все равно пропитываешься этим духом атмосферой турнира отличная те внести используют исла такая дистанция что сложно наказать за лайт пролет так отличный туре дроп но кстати он в прыжку использовал на прыгу для красопа и вообще не считал дистанцию а вот сяуха и не ошибся с расчетами и попал красопам прямо как надо снова пью пью терпит терпит если они знают как и выйти в этой ситуации уисла очень хорошей нормой на дальней на среднем ренже и поэтому вблизи немного некомфортно как я вижу снова красопы скорее всего это конец для и свои и так и да используют о т.г. 2 0 в пользу сяухая напоминаю что играют они до трех побед это уже winner финал winner финал лузер финал и гранд финал играется до трех побед так что шансы еще есть крайне напряжные моменты посмотрим произведет ли какие-то рокировочки за жизни что придумал чемпион эволюшина поменяет ли он персонажа или просто возьмет паузу чтобы собраться с мыслями напоминаю сяуха и не может менять персонажей но может поменять порядок выбора приветствую всех ребята на отвече на ютубе рад вас видеть если вы еще не заполовили канал обязательно подпишитесь чтобы не пропускать новые трансляции новые турниры многие многие другие файтинги не только надеюсь вам понравится то что вы видите на экранах вступайте в дискорд канал по ссылочке в описании на твиче на ютубе в описании канала должно быть для меня это первый опыт комментирования подобных турниров поэтому если у вас есть какие-то предложения какие-то пожелания например по оформлению канала по поводу если у вас какие-то полезные мысли то обязательно напишите в разделе советы я обязательно все прочту и приму к сведению постараюсь делать контент как можно все более и более лучше и стараться прогрессировать в своей деятельности буду вам всем крайне признательно мы начинаем смотреть 3 решающий возможно матч для сяо хая или за жизнь уверен очень начинает сяо хай подходят делает захватик видимо ожидая захвата использовал шимми кио и сожрал ло атаку за жизнь не угадав использует текст реку которая сейф на блоке с такой дистанции к тому же первый хит практически не наказывается насколько я знаю второй хит уже можно наказать это с натяжкой а первый хит не наказывается афина у нас неожиданно от за жизни использователь сшил он своем арсенале зонинг афины посмотрим получится ли у него использовать преимущество в project а его против оппонентах пока не особо получается к сожалению в новом патче ей сделали инвул на телепорте но не решается использовать и нольный телепорт афина к сожалению это можно сказать был контрпик в пустую абсолютно не почувствовал теку санаги соперника и скорее всего мне кажется что это последний матч за жизнь отличный контур хита от сяо хая избивают избивают чемпионы эволюшина прошлого года возможно именно так бы кончился чемпионат того года если бы сяо хай смог поехать это просто аннигиляция в одного персонажа изничтожил сяо хай от cv продемонстрировал против за жизни со счетом 30 он проходит в гранд-финал азы жизни отправляется в озеро целом на самом деле получше ситуация чем раньше с пиками чар не спорю да мне просто вот непонятен момент был с нефом бидженов то есть они по идее хотели до отменить ее вот этот вот х небе фью-фью сделать так чтобы он работал только на форвард прыжках или на нейтрал прыжках а в итоге они сделали что отмена из бэкджампа не работает из бэкдэш и работы по сути это нихрена не поменяла да и биджен от как было довольно сильным поломанным персонажем так и осталось как мы это можем наблюдать по пикам то есть если они доделали начатое сделали чтобы из бэкдэша тоже не работал ханеби тогда мы бы уже смотрели что из себя представляет биджен от атаки сделали нерв стартапа мидпанча что он стал медленнее чтобы просто не делали мидпанч платье мидпанч платье что люди нажимали свои минуса и перебивали а вот этот вот момент с фримиксапом оставили вообще нетронутым считай возможно будет баланс справки с выходом кима с выходом кросплея надеюсь собственно видим сейчас сетку скорее всего будет драться ли шар против лаги в узел семи финале до двух побед за жизнь и пинали венеров ой узеров ожидает кто же к нему доберется и сможет ли он дать реванш сяо хаю или нет главное что кларка за них или как вспомню знаешь давид бой на самом деле спорный момент не сказал бы что его заняв или ему убрали камбуз лайтов но по сути ему лучше его vortex именно это самая мощная опция у кларка это все-таки казино чар у него теперь арморный захват с первого кадра и заставляет себя угадывать будет ли у тебя мити или будет ли у тебя командник собственно в этом и сила кларка то что ему камбу убрали я бы не сказал что это прямо уж сильно влияет на его геймплей возможно могу быть неправ я не кларк мейнер но кажется мне что кларк у комбас лайтов не так чтобы была сильно важна у него немного урона и силу него не в этом сидишь стрелялся на этом его и ибо нам но вместо суперки прижимается xdp какой суперки у тебя прижимается ты где сидишь каком кофе просто по идее вместо суперки прижимается дп у него же суперка водится как вниз вперед вниз назад как у тебя может дп вылетать ну ладно может я что-то не понимаю мне сложно сейчас тебе что-либо подсказать горун это нужно воочию наблюдать и выбегай потом дискорд я посмотрю постараюсь ответить в меру своего опыта я что не угадал с предсказанием насчет шоу хая кстати надо отдать баллы получается победил казах справа насколько я понимаю большинство ставили на шоу хая если право справа же был шоу хая верно или я путаю давайте только честно поэтому я отдаю баллы казаху справа так следующим боец у нас лагия против а боба а боба слева оба против лагии справа если все верно помню первый хит наказывает на к на кору один из самых мощных персонажей в плане наказания отличный понча она и реку кио наказывает и платье биджанет наказывает так вот и начинается матч собственно кронин кейдэш и рио против кронина кио и биджанет собственно нам делайте ваши ставки кто победит отправляю прогноз в чат много кронинов конечно спору нет но больше кронин только больше биджанет я так вот и имеешь ввиду ультима наказывает первый хит экс реки у кио я правильно тебя понял или нет или про что он наказывает потому что я честно не очень помню какая фрейм дата у экс реки кио мне казалось там где-то мин в районе минус 2 минус 3 оказывается там прям пони 6 минус 2 1 наказывает 4 ммдп или я по другое подумает ответ пожалуйста по красоте вот цель я формул шоу хай туда согласен с тобой мега но мы смотрим уже следующий матч отличный паниш реки минус 6 с помощью татсу лайтового от лишь а видимо плохо за спейсил реку санаги что лишь атакс реактив корея против японии сможет ли гость лишь арк победить стали врага на японском турнире если x тут у первого минус 2 минус 2 это прям по френдате минус 2 тогда не тогда сейф я понял спасибо я подумал ты про обычную реку обычная река там минус 6 там много кто может наказывать там не наказывается если спейсить обычная река я знаю да там много кто наказывает как мы можем видеть даже даже и может показать с помощью лайтацу реку 16 секунд остается на таймере нужно что-то придумать ли шару так как лайфлит у его оппонента лагия лагия теперь теперь ситуация поменялась у на реверс произошло теперь уже лагия незавиденном положении пытается вскрыть его ореон как стена он просто стоит и смотрят так как срека отличная реакция на вверх и делает кар дпп и так то все-таки победителем выходят заказать и каратэ оказалось мощнее школы санаги нольку кстати вообще да ни одной кулы не было даже ямазаки нас порадовал немножечко ногу и да как будто свет простыл после ее нерфа получается что основная сила и и было в том чтобы делать экста сумаку сейфовую чтобы иметь фри сейфовый конфер а тут это убрали и все у и больше не видно на радарах и так живет живет ли шар 42 секунды уже неполное хп восстановится у лагии так как полная хп восстанавливается до 45 секунды насколько я помню 35 секунд на таймере соответственно где-то 200 хп восстановит лагия не то чтобы он прям сильно потерял но все равно исполнил максимум из того что мог хоть и не выиграл но потянул время не дав восстановиться бидженов гата не блажь гата тоже не было гата очень сильно по потолку код соли прямо тогда ему и не и норму и за нерф или нему и дпс за нерф или ему и confirm за нерф или автокомбат биджен внезапно на турнире эволюшина ну благо он ее не закончил не потратил метр это было бы крайне значительно ну вот даже если спейсит на к гарантий на понише такс да пойми на счет не 4 фрейма до на карту крайне крутая как поинча для наказания всего живого этого фанаты лолик плачет нет куры нигде какая печаль беда ну ничего акула она пока что лолька сколько и там лет час полу когда она появилась и было 14 часто возможно побольше уже уверен что она подрастет и станет топ-тиром она конечно и так всегда была топ-тиром что в 2002 что в одиннадцатом вот исключением были получается 13 и теперь уже 15 как бы она уже повеселилась в том сезоне возможно когда-нибудь мы увидим а ракула взрослую версию и она станет топом вновь а пока что у нас райвал матчи и и дэш выигрывает 1 0 пока что счет еще есть возможность продумать стратегию привет оен рад видеть и тесты оен никомата просто не к ней похожий в любом случае рад видеть всех вновь прибывших сегодня у нас грант финалы его japan 2023 второй матч которым решится кто же пройдет в лузер финалы и будет сражаться с бывшим нынешним чемпионом эволюшина за жизнь и кто смахнется с ожидающим на белом троне сел хай сделайте ваши ставки кто еще не успел мы возвращаемся 10 пользу ли шаром и так все еще идет его да все еще идет с возвращением киджи вент она из-за экспериментов место всегда застряла девочки даже мозгами да вот она чё то есть она не стареет в принципе всегда будет волкой это очень удобно как мы знаем в японии возраст согласия с 13 лет а у 4 так что она всегда будет молода красиво и ладно отличный контент с волбом cd save jump от киа обойтет на реверсал наверное с помощью тибэга либо пытался биф панишить буферил дпшку как у нас давай как у нас принято отличный пэрик антима что творит что творит лишь а вы посмотрите отличный дпс пэрик продолжает в дм ой был один ровная ситуация 5 практически матч по таймоверу неужели будет второй таймовер замочили или нет я сейчас поужинал и уже и уезжаю понимаю отличный пэрик снова второй матч по таймоверу редкик полетел пустин он но его перебили на стартапе лишая к сожалению кореец пока что или к счастью кореец пока держит лидерство 1 0 у него по победам лаги нужно что-то думать а то его в родных пенатах прямо унижают так можно и турнир покинуть жалко что плацидо не удалось посмотреть все-таки один только всего один игрок на еще у нас был за весь турнир это только зато он беджин от у нас хоть отбавляй троне навки и дэши и так задержками зажимает в углу беджин от отличный контент бокс ринг а использует грамотно квартал чтобы наказать завид серия и становится кет очень хорошо есть концом свой топ пошла к баха и давай так нечем нечего сунуть беджин от между флопами кей дэша там находится дырка но и весла нет беджин от подвигает у нее слабость и по нежно ошибка бьютика у виктория говорит джанет кей дэш вроде бы довольно уверенно себя показывал но чутка-чутка не хватило вот и кронин стремя метрами папа ну да сейчас дп от кроне на это фулл паниш с макс модом кстати обратите внимание мало кто до сих пор даже из про игроков реализуют новую фишку баланс патча несмотря на то что всем казалось бы занял поле этот прямо прям отчаяние отчаяние было сейчас на экранах несмотря на то что всем казалось бы за них поле дп довольно сильно тому же кронин у кули агата кто там еще руку мало кто использует макс мод и наказывает используя баф и патча это было жестко кронин пытался но не хватило не хватило такая ситуация может сказать было даже безвыходным но ничего ничего уходил беджин была пришел опять она же значением то газ когда стабильность признак мастерства решающий матч 11 по счету кто же выйдет лаги или лишь а корея или япония отлично кио засунул норму на стартапе как кукина потребились искать бы что он правда трейд был в его пользу попытка была неплохой макс кучу новостей пропустил с возвращением макс тут уже произошло очень много разных анонсов рекомендую тебе потом посмотреть мою реакцию ну и я думаю весь youtube у тебя тоже будет завален информацией сделаю отдельно нарезку с этого стрима в общем пока что пока что анонсы радуют но какая будет реализация пока неизвестно как бы снк они могут подлявать сделать какой дп какой неаккуратный лаги конечно же реализовал панишь видимо ожидая командник откип попытался выпрыгнуть его его перебили антиером а папа их за давай экзо нарезкин все это конец сейчас метра накопится не стал тратить метр он же мог сделать light dp vdm или я что-то путаю фидорчик фидорчик поясни он мог там сделать light dp vdm у него как раз метр накапливался он гарантированно забирал этот раунд но он зажопил ресурсы и в итоге отдал матч кио в ситуации когда счет 11 по матчам и когда ты можешь вылететь турнир мне кажется это прямо очень-очень очень-очень глупое решение и собственно в чате подтверждают ребята которые на ее играют он действительно мог сделать white dp в леву один супер в дм и победил бы но нет собственно был наказан за жадность так что ребят не будьте жадными если вы хотите поддержать канал обязательно перейдите по ссылке в описании в донейшин налет если вам нравится мое творчество или то что я пытаюсь сделать обязательно закиньте донатик вы даже можете заказать музыку на стрим раньше было 50 рублей сейчас всего 25 так что закидывайте вашу ссылку на youtube и служите благодарности от стримера также слушайте приятную музыку как он заход возвращаемся к матчу бюджет от отлично реализуют свои метры выжимает в угол отличный корнер к и становится скорее всего это конец для кей дэша да вот лагия лагия на метр не стал скупиться и собственно увидите видите какой результат лагия не стал жадничать и получил преимущество в этом матче забрав уже 2 персонажа лишь а но тут кронин четырьмя метрами посмотрим сможет ли кронин перевернуть ситуацию в свою пользу если раньше бы я с уверенностью мог сказать что кронин до нефа четырьмя барами вполне себе имел шансы на победу то сейчас уже куда сложнее использовать приходится вот так вот рисковать используя level 2 супер в пушку но ему повезло нормально все еще не сдается лишь а три с половиной метра практически фу хп у обоих и так пытается спейсить с помощью cd чтобы не дать прыгнуть на себя красотом чтобы перебить за вив панишет нормал так катаются на слайдах слайд с определенной дистанции не наказывается так что грамотное решение не отменять его спешил так стоп как вас 1 1 1 поехали как очень высоко сделать jump d и даже получил хит на х это а а а а а я комментировать это даже даже миру и кронинов могут быть интересными тут как бы такие матчи это что-то с чем-то это что-то с чем-то просто вау просто вау лузер финал f3 сейчас пройдет может это это просто невероятно я дыхание перехватил я я не знал что сказать я думаю тут даже не нуждаются комментарии какие-то это просто великолепно сделай нарезка своего стрима я постараюсь я думал об этом чтобы вырезать свою реакцию на анонс и вот пол я не знаю что можно вырезать конкретно по матчам тоже все матчи были охрененными мне даже сложно сказать что здесь другого нарезать то есть ну нарезать реакцию конкретно с анонсами тут понятно по стримам мне кажется здесь практически каждый машин матч это просто пушка как-то отдельно искать и что-то из этого вырезать нарезки даже не знаю что оставлять собственно лузер финал чемпион эволюшина за жизнь против лишара которые в таком валидольном матче прошел дальше кто же из них сразиться с сяохаем из китая смотрите какая интернациональная команда получается и тащим то японский турнир его japan 2023 финале китаец тайванец кореец вот она как как судьба повернулась я так давно не я такого давно не видел идея супер но жижнул в чистые белые трусы да да это просто жесть но ради таких эпичных моментов я думаю мы и смотрим подобные мероприятия за игрока обидно но для нас для зрителей это прям хайп хайп было крайне весело и здесь я пропустил такое нас ничего страшного может записи посмотреть да и думаю сейчас много будет контента на ютубе анонсами ничего страшного в целом опять же говорят кратко визуально всем анонсами я доволен главная реализация пока что пока что все это конечно звучит очень интересно эпично приятно действительно тут если например на трейлер кима я смотрел ну нормально да то тут им хайп хайп но как она будет по итогу надеюсь что будет хорошо хочется верить лучше и надеяться на худшее верить лучше и рассчитывать на худшее тоже как она обычно бывает у снк грустно бывает если я ошибаюсь то то тем лучше будет отлично если снк не обосрутся и сделают все в должном виде прямо замечательно все только похлопаем и порадуемся и будем и впредь наслаждаться замечательным ков 15 и другими кофами тоже казаки аж глаза промывают после такого до зажези против лишара делайте ваши ставки господа кто же будет драться с сяо хайм возьмет ли зажези слева реванш или же лишар сразиться с фаворитом гениса не показывали еще показывали но ничего конкретного то есть по мулам ты там ничего прям такого не увидишь но оценить визуал озвучку по хайпить сможешь и тет летел да был очень эпичный матч где он сражался со своим учеником в общем да и проиграл ему в конкретной борьбе к сожалению его ученик только что тоже отвалился от лишая лагия и учитель проиграл одному а собственно лагия проиграл следующему в очереди итак на каруру бидженов исла по-прежнему болею за чемпионы эволюшина все-таки у него разнообразный интересный пункт героев на каруру исла крайне не часто встречаются в наших турнирах орёки и кронин уже сегодня порядком не могу найти трейлеров возможно пока еще не залили все-таки это прямой эфир но ты можешь посмотреть запись как на твиче так и на ю тубе можно отмотать время и оценить все воочию так тем не менее ой тем временем на корову просят помощи у своей курицы пожалуйста мама ха ха за сейве меня от проигрыша хотя это только первый point чай бросок на вейке надо было делать кик версию но тем не менее краса попадает зажимают кей-дэш оба ой 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 как же больно интересный джамп от стены произвел чемпион эволюшина из тайваня конечно хорошо довольно неплохо он потрепал нервы лишали въелся въелся в него по максимуму сколько смог и всего лишь четверть кп остается у корейского бойца за жизни тем временем полностью фуловый использует ха не бея в воздухе на биджен от загоняет в угол отличный корня керрио но лишь а не стесняется использует реверсал вниз c ха не бея сейф сейф спешил если не заканчивать и крайне неприятный в арсенале этого персонажа если с ним драться гол потом посмотрим когда финал закончится смысл вас я же уже посмотрел мою реакцию вы видели я думаю имеет смысл смотреть когда уже собственно будет когда уже собственно какие-то геймплейные фишки будут а реакция первое впечатление на на той реакция то что вы уже видели ее я просто сделаю вырезку повторно уже будет не то к сожалению да и честно уже столько комментики подустал вив красного дм и до кронин скорее всего отправляется был заряд 10 пользу биджетов или нет не хватило у него ресурсов на то чтобы сделать а т.г. но но тем не менее он не сильно и не напрягался там фрагмент небольшой усилий но там до силе робеки все дела все показали можно будет глянуть там нет какой-то особый конкретики что стоит разбирать я читаю сообщение все как могу уже залили кстати на youtube вот вы взялили кстати бакс ты можешь сам сделать нарезку реакции и залить к себе на youtube если так же хочется реакцию запишись за гигабаре 15 ролики на сегодня ну да да я уверен что уже залили мне кажется что-то что-то не то возвращаемся к матчу 1 0 в пользу за жизни тайваньского бойца какой он сейф он сделал это ников 14 где от дистанции у тебя может быть даже плюс тут у кого на четверти всегда минус с любой дистанции но спейси тоже можно и так отличная прыжка зажимают в углу так мама ха ха помогает но скомбить все но не удалось так лишь а в неприятной ситуации делает фарце но так как был и стоит никак это продолжить нормально нельзя было возможно только вниз на затки заставить за жизнь спокойно играет нейтрал отбивает projectile и курицей старается делать нейтрал джампы с прыжкой чтобы сбивать красота и прочие удары папа отличный лоу-конфирм и это конец за пол бара развалил и дальше с казаки два метра наличие сможет ли корейский игрок все-таки как-то отыграться он уже показал нам что может совершить чудо против против влаги но хватит ли ему этого запала против за же за и так опять же спокойно отыгрывает нейтралят вот ждет вив паниша кнопки чтобы перебить ее своим ножом плюс еще таймер тикает явно не в пользу рио чем меньше на таймере времени тем меньше восстановится хп оппонента как вы знаете поэтому таймер сейчас играет на пользу тайваньского есть таким темпом он может и таким темпом он может и выиграть ранга но такая такая кореец опять ситуация напряжная да все таки все таки свит попадает по лольке но очень очень грамотно реализовал абсолютно каждое свое действие за жизни так отыграть в ситуации когда у тебя лоу хп это признак мастерства отличный фрейм тропа 3 использует посылает панча команд норму который не комбиться в нее и в попытке перебить отжирает за жизни потратил много ресурсов но она явно стоила того и буквально разбил все надежды биджанет я думаю биджанет на и на самое опасное в арсенале за жизни и сла и сла конечно крутая но имея ресурсы она не может как-то много дамаги нанести в отличие от биджанет который может спокойно использовать x который может использовать x вверх еды канцелить в лапы выливать если что дм и в этом плане у и свои более более маленький арсенал и собственно да камбыч это 11 всего-то стоило просто разобраться с обиджан и как повернулась игра все на нервах понятное дело практически конец турнира это у нас напоминаю узы финал играют ребята до трех побед решил поменять order select за жизни после после такого матча не просто видимо взял передышку или что что поменялось итак второй раунд второй матч блин 11 заговариваюсь до подуста уже тоже до трех побед делаются отличный анти хороший анти конфер конфермент в четверть кик грамотно отличный у профайл и так снова прессинг войтами анти а вот в нейтрале они воюют ждут ошибки оппонента ага нажал видимо что-то в плюса лишь а очень опасная опасная ситуация сложно даже как-то это адекватно комментик потому что прямо чувствуешь напряжение от этой битвы отличная те опять итак что же предпримет лишай возможно ранграб опа снова мама ха х не дает про джек то его долететь до хозяйки очень хорошая была попытка но произошел виза произошел виф и лишаем воспользовался не смог напанишить адекватно к сожалению на это очень сложно сделать что отмечают японские коллеги так плюсовый projectile используют но за жизни спокойно просто выжидает момента и настигает и так его с тремя барами его может страшные вещи делать наличие метр как мы уже наблюдали дамаги у них хоть отбавляй используют своим топ и сразу же конверсия в макс мод и до часто прямой пробил в душу бидженов еще сделано это барби непонятно что даже после такого эпичного удара мастера карате она все еще жива делает митисит от projectile не стал делать оверх сэк джамп ну лишалу нужно чуть-чуть дожать 150 хп убеджение достаточно сделать один бросок один удар и все xdp хорошо рискованно но хорошо сработало и так и так и так как бейтит видимо на на что-то используя краучь лайт панч и ждут когда кто-то из них виснет нормам чтобы за вив панишет вот они пытаются это сделать используя свит используя хоп метки но все-таки подбегают лишая делает бросочек последний персонаж и сло осталось 4 метра вив конечно у лишая имеется преимущество по персонажу но это не так чтобы много урива старается тоже реализовать как может своего каратиста я думаю грамотным действием был бы за его стараться его держаться ближе к если все-таки у ее кнопки намного более опасные на мид-дистанции так как имеют больше range и неприятный хит-бокса вблизи уверен он бы нашел победу на получилось как получилось вот понимаю вот финал топ-8 да это мощное очень интересно наблюдаем висует дп кронин скорее всего все за жизнь реализует наконец-то свой метр сейчас полетит слайдом это все это все это конец 21 но матч до трех побед матч до трех побед играется но в этом конкретном раунде в этом конкретном матче за жизни показал эпичное развитие событий может быть я и был неправда говоря что если они так хорошо на якоре сейчас мы и видели что наличие метра она может неплохо комбить один супер в другой и вполне себе неплохо на этой позиции хорошая анти хопа с помощью дп зажимает google с помощью cd у cd большой плюс на блоке все-таки это самая приоритетная кнопка вот она и не комбиться и какой неаккуратный дп от на кору есть наказание от и дальше ой 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 хорошая впрыжка варце такая дистанция обратите внимание так как это не экс-версия даже на этом флопе несмотря на пушбек все равно минусы на кору смогла дотянуться и так что же придумает за жизни придумал сделать дп но к сожалению в этот раз удачи ему не было говорила уже второй раз никто не ставит да обидно обидно видимо не хотят выиграть ебалый канал и возможно напишите чат почему вы не хотите делать ставки на вашего фаворита вы боитесь проиграть ваши накопки накопления они же виртуальные не переживаете или для вас недостаточная награда за баллы канала и не на что тратить баллы если так то вы напишите ваше предложение вступайте в мой дискорд канал по ссылке в описании и в разделе советы я жду ваше предложение на чтобы вы хотели тратить баллы канала я реализуюсь это будет интересно и сейчас вам их некуда одеваться так начался следующий раунд отличный хотел сказать я паниш завив но лишь а сделал максимум из такой ситуации фью-фью так реализуют как раз метр с ханиби сажала какая встреча привет бенжа рад видеть ваш сф уже кончился рад видеть как дела мы тут уже практически заканчиваем смотреть финалы кафа идет лузер финал до трех матчей и бедженов проходит дальше все закончилось ничего себе мы практически тоже завершили сейчас у нас прямо эпичные зарубы начинаются сможет ли ли шар довести счет до 2 2 или все для него на этом закончится и чемпион эволюшина пройдет дальше взят его попытаюсь взять реванш у себя уфи он так отличный джамп cd и стопа пошли 1 1 1 да хорошо все еще все еще огрызается ли шар боится скорее не хочет так просто проигрывать чемпиону эволюшина художник хочется ему потрогать себя ухая и так сибирь привет засти все вновь прибывшие от вас видеть если вы еще со мной не знакомы то я какой-то ноунейм кофе который стримит также и другие файтинги надеюсь вам понравится контент на этом канале обязательно подпишитесь сейчас мы смотрим ков но я планирую ближайшее время провести трансляцию и psf а тоже и так какой прям там сработал на кроне отлично xdp 2 что произошло как он даже здесь что это было какой обидный дробь какой обидный дробь случился и чемпион эволюшина проходят дальше выигрывая в т3 и он получит свой реванш против шалхая вот это да вот это вив боже он ему нужно было буквально на секунду отпустить раньше это была бы победа был бы счет 22 и был шанс потягаться но вышло как вышло чемпион перед вами по узелам проходит дальше и попытается поквитаться с сяохаем который скинул его в озеран ноунейм кофе да да я предкаст табарас от turbo всех рад видеть я в кофне шаре поэтому просто опускаю народ хоть посмотрит кто разбирается но я благодарен спасибо за то что захочет надеюсь вы сможете получить удовольствие от просмотр от эмоций на экране может быть кого-то даже заинтересует и будет больше игроков кофе играть мы в него не можем но хотя бы посмотреть получится а после патча последнего все те же табу остались а все те же топы остались если ты про игроков то ну игроки те же по персонажам были небольшие кировочки но в целом кронин и бидженов держит позиции как они уничтожали все живое так и уничтожают в основном биджен конечно но разнообразие все же появилось мы увидели много новых лиц например хайдерн стал появляться юри вот и исла которую раньше даже представить не было возможно в финалах в топ-8 чемпионата немножечко не дожали мне кажется по балансу но в целом ситуация стала лучше так что какие-то сподвижки есть было много анонсов по кофу обещали нам кроссплей персонажей новых много много я постараюсь выложить на youtube отдельно реакцию из этого стрима на то как мы все это вместе смотрели надеюсь вам тоже понравится в общем ждем кросплей надеемся на то что ситуация в матчмейкинге станет лучше и мы сможем сами поиграть в игру найдя оппонента они они облизываются и обтекать слюной смотря как дерутся них он собственно гранд-финал его japan 2023 шоу хай сяу хай сидит на своем белом троне ожидает оппонента за жизни придется сделать рис от сетки чтобы подвинуть его выиграв ft3 а потом еще 3 нервы да нервы жесткие согласен с тобой ультима прямо нокаус тростей происходят бывший чемпион или нет чемпион эволюшина того года против главного фаворита против человека который возможно взял бы эволюшин в том году если бы поехал но посмотрим как она выйдет у меня аж самого соль до ультима конечно налажал он в конце очень жиденько напоминает гранд-финал прошлого года когда когда идти сделал не ту версию супера и вифнул половины хитов и его наказали практически идентичную ситуацию мы сейчас увидели у ли шара и за жизнь можно сказать флэшбеки вьетнамские с того года произошли геониц летом до геоница за анонсили летом мы очень рады этому визуально он выглядит охрененно сильве тоже не знаю как будет играться но визуал мне нравится намного лучше чем 14 части в общем пока что пока что все это выглядит интересно и весело хайп хайп но как она будет на деле надеюсь что будет замечательно даже пока в этом нет никакого смысла пока у нас игра не работает спасибо всем за полу друзья димон здравствуй здравствуй приветствую всех вновь привыше тем временем 36 зрителей на твиче 34 на ю тубе друзья рад вас всех видеть опять же если вы новенький не забудьте заполовить канал буду рад если вам понравится мои прямые эфиры я буду пытаться делать чаще ролики на youtube у меня уже есть несколько футажей например вот я участвовал в ивенте у фгц где мы сражались в сф-5 до пяти побед и вы можете посмотреть на и мои эмоции на мои мысли по поводу за руб против таких бойцов как санмейт статар если вы знаете возможно вам будет интересно посмотреть собственно возвращаемся кофе гран-финал ген кронин биджанет против биджанет на коруру и исла россия болеет за люди давай у тебя не топ-ти проститутки в опеке конечно селха и крутой и сильный игрок но мы хотим пока я хочу разнообразие и вы ребята делайте ставки я отправляю вам запрос в чат твича попробуйте решить кто ваш фаворит кто держит вверх в этом чемпионате казах слева или казах справа кто выйдет финалистом поехали респект бену за и стрим деревянного файтинга да да всем спасибо я не признательно кеме плене против минат или же юн play vsf4 если мы говорим про селхая селхая насторожил и много где успел понажимать кнопочки отличный анти зажимает биджанет в углу будет сейп джамп дальше используется и джамп вместо локи сетапа отличный отличный спейсинг демонстрируют сяо так как золая версия плюс мед в полюса и за жизнь и что ты творишь инстану горкает хотя бы реактит это уже хорошо чемпион эволюшина не учу и победа хорошо блин я запутался с этими миром матчами селхой на кио против за жизнь на биджанет и так ждет ошибки пытаются завив панишет отлично за анти релакс дп самый быстрый дп на диком западе 4 фрейма с ингулями лучший дп в игре не реактивно full up у версия и да без особых потерь сяо хай выигрывает давай нормально кстати с этого смотрят как мне приятно что смотрят хорошо я просто подумал что с.ф. коменте смыслу нет у нас есть свои мастодонты в лице бенджамина и ультер которые могут рассказать куда больше нежели я новичок в с.ф. 5 который играет с октября что да будь то с.ф. 6 там уже будем осваиваться изучать но вот в с.ф. 5 у нас есть свои фавориты боговков я чё-то понимаю так отлично те вместо используют за жизни специально делает реку видимо чтобы поймать на фреймтрап селхой пытается поймать на вив паниш но вся аккуратно выкидывает кнопки отличный красав пошла комбо будет вливать метр нет гранд финал отлично вив пани с помощью слайда еда наказывается все понятно фрэнка на одном сайте села с более жестким пиком у села до более с активный выбор но приятно смотреть на разнообразие в пиках потому что в том году мы смотрели на абсолютно зеркальный матч со стороны двух бойцов а тут вот за жизни радует взяв и свою на корову отлично анти и пресет лайтами у айты в кофе обычно минусовые либо имеют ноль на блоке ну собственно как и в сэфе на самом деле отличный красав так а зажимает в угол сяо и не церемонится решил отдать сразу два метра хотя я боюсь что лэвл один супер мог бы и висмах скорее всего видимо это было вынужденная мера шоу хай в сф5 за кемми играл в сф5 за кемми да слышал в сф4 за юная в сф6 на джейме кстати может быть он сяо хай пересядет на кемми как вы думаете чат когда игру потрогает в бетке он на джейме тыкался и так отлично бит по наказал за вифа анти и будет вливать метро в 1 в 2 ну ты-то не виф не вот этот человек умеет тайминг и наступает в т.г. хорошо 1 0 за жизнь наш чемпион россия с тобой я чуть запутался уже голова плавит у нас эти турниры идут прошу понять простить человек проснулся 4 утра нет все хай да все хай умеет мы все мы болеем за жизни так набираем не точно всю голову сделаю расскажите пожалуйста сетки у вас тоже сплошь мироры люков в турнирах а то я просто не смотрел из того что не мог это гранд-финал сейчас происходит за жизни необходимо выиграть три матча чтобы сбросить сетку а сяо хай для победы и для чемпионства необходимо победить еще дважды вышла дженна 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 еще красивая девушка причем занесленная сделал оверкет в нейтрале очень странно привет парни здравствуй платокс 20-го эту сяло слишком жестко досяло такой оппонент что наверное 7 потов придется пролить чтобы вынести игрока подобного уровня и так отменяет свой свип в ха не бить тем самым подцепился на стартапе все хай не смог переведет лично идти пошло дело вливаем баре будет сейф джоб нет решил использовать о кино сяо хай прочитал прочитал и наказал за сетап за жизни сможет ли тайваньский игрок все-таки адаптироваться или же нет напоминаю что вина в финале сяо хай сухую изничтожил чемпионы эволюшена того года отличный командник и зачипал с помощью реки два фанга 108 9 чуть 108 не прошли так если что доказать от лева поставил понял сяо хай вперед болея болеет я рука рунт счастья итак захватик на этот раз текает бросок хорошо так спейся к помощью реки но на каруну это тот персонаж против которого сложно спросить так как у него отличный инструментарий для наказания что даже несмотря на спейсинге она может наказывать и собственно это мы не можем сейчас видеть вливают ресурсы ситуация примерно ровная видит красоту жмет видимо в пульса захват и отжирает шиме азиаты люков не любят действительно удивлен я думаю это один из самых полных чаров сейчас имеется спасибо за обратную связь ультра вот не отволю к финалу так у нас к ролям у нас все стабильно на что прошлом году те же персонажи что в этом году стабильность признать мушек мастерство да так используют эксказ и гола на плюс работе какой краска и вы вливает два бара нося оппонента но в такой ситуации да действительно не нужно заботиться о ресурсах так как это может быть последний твой шанс остался последним персонажем ся а видимо отдавать ни одного матча ему не хочется отличный джамс cd использует для того чтобы выйти из прессинга максиму да есть отлично хорошо как же сяло делает красиво используют экс версию которая сейфовая чтобы не попасть под преженцем леву один слишком долгий стартап хорошие задумка но плохая дистанция уже жители так экс версия поехали все еще не сдается ситуация ровная нужно сейчас уклонено есть метр нужно быть что творит что творит на японском турнире китаец просто от кристалл корейца крыльтайвань жестко жестко фенал который мы заслужили и так по-быстрому спешите читать чат 2 было матч двух японок сим в сгиб я к сожалению добавил еще эти гарун некоторые команды в бота но если вы хотите найти дискорд канал там по ссылочке в описании вступайте на мой взгляд урен его жестче люка и так отличный анти от за жизни можно конечно запутаться но я постараюсь как смогу отличный прессинг от сяо хая седая биджен от зажимает в угол что же придумает везде использует батон чтобы выйти из пейсинга какой будет указали да естественно за такое не прощают ситуация поменялась бумерангом и так сейджа спейсит свое платье и опять та же ошибка ну что ты делаешь этот вуз можно отменить и засейвить на определенной дистанции но не заспейсил сяо хай и получил фул паниш в лицо тайвань да тайвань против китая тоже победит как вы думаете ребята такой политический вопрос тайвань или китай тоже одержит век а поехали выхватил заплаб грамотно очень использовал он гвардрол это что-то вроде бы или сало или в шифта скорее датка его shift он использовал и наказал за вид пола по реке очень-очень умного грамотное использование ресурсов и так у обоих хп имеет полтора бара и два с половиной у сяо х просят помощью свою курицу курицы как же сейвит так вот ага нет не получилось захватик снова бодигата что же предпримет бойцы кинг сейчас вообще мимо мимо топов к сожалению да кинг еще и понерфали после первого сезона и баб у нее не было я думаю это конец для для накалуну но нет нет все еще живет на секунду дольше чем можно было в общем отвечая на вопрос от стуба king понерфали после первого патча у него был за полбара реверсов теперь ее остался только зонинг и там небольшие правки провели в остальном есть персонаж посильнее даже всем же зонингом хайдер будет куда эффективнее что же творит этот кусоногих его все-таки главный герой игры использует реку но несмотря на минус 6 на блоке опасается за жизни нажимать кнопку наверно думаю по 30 30 от конец арчи ноги просто не почувствовал такое впечатление что сяо хай пришел в детский сад избивать детей прошлый раз он я вынес 30 и сейчас он его вынес 3-0 чемпиона прошлого эволюшена просто отхлестал меня слов нет матчи были эпичные но гранд-финал был немножко предсказуем если смотреть предыдущие зарубы они были да куда куда эффектнее но целом весь этот путь что мы прошли сегодня с вами просматривая и пулы вчера и топы и гранд-финалы это было захватывающее действо надеюсь вы тоже смогли получить удовольствие от просмотра жалко конечно что с этой присоединились так поздно но возможно вас заинтересует вы посмотрите еще другой раз либо в записи на этом я так понимаю мы заканчиваем сегодняшний турнир возможно захочет им тоже кого-то из ребят кто то еще стриме или нет посмотрим шоу хай да просто прошелся пришел с дима пришел за деньгами кто-то там думал что идти выиграет тайвань все дела но нет нет возможно опять же если бы сел хай приехал в том году ситуация была бы такая же чувствуется что опыт у него колоссальный и так поделитесь своими эмоциями как вам что думаете в общем про анонсы турнир хотите ли вы еще подобного формата как я уже говорил это первый мой опыт в ристриме европейских турниров если у вас есть какие-то пожелания предложения как можно улучшить качество прямых эфиров или чего бы то ни было вступайте вступайте в мой дискорд канал по ссылке в описании в разделе советы я с радостью прочитаю обратную связь и постараюсь как-то это реализовать чтобы вам всем было более комфортно интересно лишай мог что-то сделать если бы не отделался ну да как бы но судьба сложилась именно так он ошибся и кого винить как бы дакобы но получилось как получилось лишай эпично подбивался но возможно если бы и он попал в гранд финал то и там ситуация была примерно идентичный и так приехал по флексить в этот раз у него вышло что могу сказать всем спасибо всем спасибо да очень приятно мне нравится чисто и так что то еще мы будем смотреть или что там на нас пока постараюсь ответить на все комментарии о джиме джиме совершением вечером будет первоапрельские фтс переозвучки персонажей да я слежу за информацией в дискорде обязательно посмотрю иду посмотреть сожалению захочет наверно уже не получится но видел видел вечером будет так это читал да не я сразу думал что шоу хай просто убивать да шоу хай жесткий тут как бы спору нет показал скиллуху как тебе лицо геоницу да нормально меня не особо как-то я не особо как-то его визуал напряг а собственно с награждения давайте вернемся посмотрим что же дадут победителям грамоту за самые лучшие дп а волоков 15 присуждается м дж для кого-то геониц неплохо будет мне нравится какой для геониц принципе отлично но вам стрим ладья спасибо спасибо топ-8 крутой и матчи были замечательные спасибо за комменты старался старался я конечно пока не настолько опытный как условный геникус и не шибко разбираюсь прямо по игроков там каких-то моментах но по игре что-то сказать могу в общем пытаюсь пытаюсь как-то прокачивать себя в этом аспекте надеюсь что мы связь вместе с вами будем прогрессировать и выиграть и в стримерстве во всем развиваться все эти закинуть уже до играли к сожалению до джиме уже заканчивается турнир но надеюсь ты сможешь посмотреть в записи получить удовольствие вся ухо и первое место и победа юнца анонсировали время до геониц летом будет медалька за самый крутой фью-фью на бидженов а также лесок мешок риса в придачу рюкзаки наушники и капли думаю жизни не вывез бы против шалха но собственно это и лицезрели сейчас гран-финалов аркейт стик он выиграл интересно как думаете это кейт стик будет разрешен в сф-6 поддержка там есть инпутов там вниз вверх что это вверх ли это не драл а то вдруг ему сейчас подарит и окажется что придется продавать на авито китайском я не снова были для ков 15 хорошая шутка для ков 15 выглядит неплохо для ков 14 вообще наверно пушка лучше и сумочку геймпад для второго места кстати надо будет раздать баллы канала тем кто голосовал за казаха слева вы не прогадали и сяо хай действительно выиграл собственно чем мы можем вас тоже поздравить то что ваш фаворит одержал вверх и вы смогли заработать немножко ебалов канала когда вы можете тратить на разного рода активности здесь надеюсь вы тоже остались довольны на прошлом были стики было ты и да помню помню но все тебе эра хитбоксов началась стики уже это видимо тренд прошлого теперь все киберкотлеты садятся на хитбокс и геймпад кто первый что вот что его мужик что за тема кстати музыка знакома это как будто тема из флага не как будто это икария музыка не или я путаю очень знакомый аудио темой кори да да это я его матч по моему то ли кларка и ральфа то ли кайдер на с кем-то что он выиграл подсчет уважения мешок риса хитбокс и немножко валюты я не знаю сколько там в иенах я не помню надо будет глянуть что по моему сто семьдесят тысяч что кошка же надо верно вот подсказывают ребята в чате у меня просто один мониторе к сожалению если я свернусь то у вас экран потухнет чтобы проверить информацию не помню сколько там платит им за первое место если можете посмотрите и можно эту команду восклицательный знак брекет да и там вас на старт гагай перекинет собственно там можно посмотреть наверное сколько дается в награду я к сожалению не помню в любом случае интереснее смотреть за клевыми боями они за сколько там кто выиграл не особо интересно лям иен за первое место он подсказывает гарун спасибо душе за инфу прикольно смотрите на это довольно и китайское лицо не зря приехал дорогу отбил уж точно красава красава и собственно вот ему подарочная статуэтка а ляма иен то сколько в рублях или с полка в долларах уверен что гуглу тебе поможет на душе хватит поверь вот он собственно один лям иен для чемпиона победил сильнейший что сказать красавчик и сейчас мы послушаем его речь я что знаю китайский так что достоверный перевод сейчас будет ну чё гг изи лохи я чисто пришел за фарми турнир яди конечно пытались что-то сделать даймона не завезли как в ков 14 поэтому идти не прошел не смог комбэкнуть я хочу поблагодарить всех своих родственников кошка жену бабку с дзиньпиня всех 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 кто поддерживал меня в итоге в японском турнире закономерная была победа меня сяухая в общем китай победил это японский турнир был зафармлен тайвань не прошел за жизнь и к сожалению удовольствуется вторым местом и знаете если бы я поехал в том году на турнир то я бы также изи бы заработал все ваши бабки еще и золотой стик бы забрал также я конечно очень доволен подарками да вот этот кубок чемпиона мне очень нравится я его сдам на китайский я надеюсь что ков будет и дальше развиваться хочу попросить снк чтобы вы починили матчмейкинг в россии потому что у нас китае заебись но нет достойных оппонентов очень бы хотелось что какой-то ноу-нэйм стример наконец-то смог дать мне именно это он сказал 0 на на но таки не него не ранить и сальто таки не киевых учитыва чире партия гордится на площади тянь на камень в отлично восемьдесят девятьсот восемьдесят девято ничего не произошло боже какой что за кринш мне нравится мне плевать я кинь шоу в этом регалии уже забыл душный токсик чсв какой-то ноу-нэйм гофер вот кринш вот синхронный перевод в деле да я говорю я знаю китайский достоверно как бы перевелся лингвист вообще я бы сказал потомственный у меня прадед был лингвистом поэтому я думаю у меня переносится как бы по крови знания других языков я знаю моего мужчины не как бы все дела и в конце сказал бы мы как раз за анонсили роллбэк для ков-13 правда напояна ps4 nintendo играете в ков-13 когда им цена показывают когда ков-15 окончательно тогда мы увидим роллбэк в игре в которая даже приятно визуалом я думаю никто не будет спорить что ков-13 где это хрененно ты будешь легко самым популярным стримбером по кофу если ты единственный стримбер по кофу шах и мать о кстати я слышал в ков-13 рубек завезли да завезут правда не нам к сожалению хотелось бы на пекарню но нет пока что нас обделили а красплей пятнашку когда завезут обещали весной так что ну 31 мая чекается 31 мая будет краской весной я не знаю если смысл нам дальше смотреть может быть нам еще раз покажут вот обязательно отдать баллы канала победителям левому казах вам попробовать кого-то зарядить а кстати да забыл сказать для вас ребята играйте лучше в ков-13 15 слишком мертвы его казуалили короче да и там нет инфинита наилория мне очень нравилось делать после 2 хита реки канцел в мэйден мэша бесплатно а теперь мне приходится делать бесплатный канцел за биджен как бы я конечно беру по прежнему дешевых персонажей деньги не пахнут так большой я надеюсь что вы все мы смогли получить удовольствие от просмотра было кайфово опять же достоверный перевод прямом эфире отвечаю так и был карнака на кашу кукс или готова она таки на катта а то и кота поздравим залезают меня уже 70 баллов поздравляю с тем что ты заработал 70 я надеюсь ты найдешь грамотное применение и сможешь потратить на какие-либо активности на канале я заходил денег узнаете когда бывал рассматриваю какого рода либо ивенты и не совсем понимаю зачем такое у него применение этим джи баллам у меня вот мне кажется мои ебалые можно как-то потратить более более опционально у него там просто валюта ради валюты зубы наверно неплохой задачи тоже что-то какую-то активность придумать у меня к что же не не актив много но я буду стараться придумывать какие-то там войс аликты возможно вот какие-то визуальные приколы может быть какие-то фт-шки опять же меня можно вызвать на матч файтинге которые у меня есть там будь т.м.к. с.ф. 5 без разницы гилтиги и с хотите со мной подраться можно забить фт-шку мы сделаем отдельно нарезочку прям как будто турнир с этим с худами совсем со всеми темами так выбор костюма джимми к сожалению сегодня я мы же не играем уже матч закончился я не могу надеть выбрать костюм для кого-то персонажа поэтому надеюсь я устроит вот такой костюм стример отвеча я думаю он отлично подойдет филка файта с 15 все костюм стример отвеча я конвертирую шанс он это еще немножко кинжат конец спасибо за стрим вам спасибо ребята рад что вам понравилось мне тоже было приятно от бананка король счетов 15 доходь так хоть так вообще я стример до твиче я больше еще все это в говорю чего делал перечник речь главное что весело было его платили все да и три не будет нет да и три не будет с тв с возвращением у нас все на этом да и ты у нас насколько помню страйфа текен и с.ф. страйф текен и с.п. моему третий день будет завтра скопом на сегодня мы заканчиваем собственно было весело прикольно видимо больше ничего у нас не следует тогда я отдаю баллы тем кто голосовал сейчас постараюсь это самое это самое что отдать зарейдить кого-то кто еще транслирует если конечно есть какие-то трансляции знакомых форме нам номера в тенденции дюдюла мэрис фейс царя до кинга файта за отказа миша арида кинка файта камень